Часть вторая. Глава первая. Первые впечатления. В Петергофе. С каких лет я себя помню, в точности не могу сказать. Но едва ли мне было больше двух лет, когда папочка во время бессонницы, которой я страдал, носил меня на руках, стараясь успокоить и убаюкать. Это было нелегкое дело. Невыразимый страх овладевал мной в ночную пору. Какие только видения мне не мерещились. Ходил он со мной по всей квартире. Длинный ряд темных комнат. Лишь вдали, в спальне родителей, брежет огонек ночника и проникает через окна отблеск уличных фонарей. Иногда по потолку возникнет и веером простелится тусклое отражение проезжающей кареты. Все это создавало нечто жуткое. Но жуть усиливалась вследствие тикания больших часов, стоявших в углу в столовой. Наши часы были очень красивые, английские, 18 века, со шкафом красного дерева и с подобием храмика на бронзовых колонках в верхней части для механизма и циферблата. В целом часы представлялись мне каким-то живым существом с круглым печальным лицом на длинном теле. Впоследствии я нежно полюбил эти часы, я стал их считать за нечто вроде нашего фамильного палладиума. И не странно ли, что в самый момент последнего вздоха моей матери, умиравшей в соседней комнате, эти стоявшие на страже времени часы сами собой остановились. После дележа отцовского наследства наши столовые часы попали к моей сестре Камилле Эдвардс. И каждый раз, когда я бывал у нее, я приветствовал их, как старого друга и родного. Но где-то они теперь. Но, разумеется, двухлетний ребенок, трепетавший на руках своего отца, ничего еще не знал ни о времени, ни о смерти. И боялся я этих часов безотчетно. Особенно же пугало меня то заикание и поперхивание, чем часы предвещали, что они собираются пробить час или половину. Я в ужасе вскрикивал и зарывался глубже в подушечку и в халат папы. И вот одновременно с отчетливым громким боем наших часов откуда-то через пол доносилась странная полуночная музыка. Это било, одни вместе, другие в разбивку, великое множество часов, висевших и стоявших в часовом магазине сироха, жившего в нижнем этаже нашего дома. Когда же постепенно все это чужое и страшное смолкало, то слышалось тихое напевание папочки, в котором единственно понятным мне был припев «Баю-бай, баю-бай», означавший, что мне нужно спать. Другие страхи возбуждали во мне портреты на стенах и темная комната. Ночью я портретов разглядывать не мог, но я знал, что они тут и что особенно один из них продолжает зорко следить за мной глазами. Еще вечером, когда являлась нянька, чтобы унести меня в детскую, портрет уставлялся на меня особенно пристально, его взор упорно всюду следовал за мной. Что же касается темной комнаты, то таковой назывался чулан, в который вела скрытая в обоих зала дверка. В этом чулане хранился всякий хлам, и, между прочим, в особом чемодане маскарадные маски, одни миловидные, другие чудовищные. Все эти личины с дырками вместо глаз, несомненно, оживали тогда, когда их не было видно. Иногда мне положительно чудилось, что я из зала слышу их шепот и смех, взвизгивание. На той же белой стене, в которой была проделана потайная дверка в темную комнату, у нас неизменно производились сеансы волшебного фонаря. И как-то раз, когда именно на стене появилась картина, изображавшая траурное шествие с гробом какой-то принцессы, дверь в темную комнату сама собой бесшумно отворилась, и вместо красавицы и несших ее рыцарей зазияла черная дыра. Как было не бояться! Как было не видеть во сне кошмары про черную комнату? Особенно мне запомнился один тогдашний сон, будто среди дня я иду по зале, и вдруг дверка в чулан отворяется, и там, на темном фоне, откуда-то сбоку спускается закутанное в белый саван привидение. Вообще, кошмары мучили меня. Я просыпался от них, обливаясь холодным потом, и после этого я уже никак не мог снова заснуть. Навещали меня кошмары, более или менее общие всем. Плохо кончавшиеся или грозившие плохо кончатся взлеты, появление всяких чудовищ, иногда вовсе невообразимых, иногда же воспроизводивших тех чертей рогатых, мохнатых и когтистых, которые на лубочной картинке страшного суда мучили грешников. Но особенно часто повторялись мучительные сны про железную дорогу. Их было два варианта. Вариант первый. Я стою на траве у самого пути, и мне совсем не страшно. Я знаю, что поезд ходит по рельсам, и меня он не тронет. Но появляется дымок над деревьями, локомотив выскакивает из леса, и вместо того, чтобы пройти мимо, он сворачивает и с какой-то злобой бросается прямо в мою сторону. Я погиб. Второй вариант напоминает тот сон, который видит Анна Каренина. Опять рельсы. Но я не на траве, а на платформе станции. Поезда вообще нет. Его ждут. Но какой-то незнакомый, бритый, беззубый, скрюченный старичок, похожий на нищего, с палочкой в руке, мурлычет мне по духу одно и то же. Едет, не едет, едет, не доедет. В этом сне, который я всегда как-то заранее предчувствовал, и от которого я не в состоянии был отвязаться, было что-то особенно гнусное. Он неминуемо предвещал какое-то заболевание. Да, вероятно, я и видел его уже в полубредовом состоянии. Раз я уже заговорил про кошмары, которые вообще в детстве преследовали меня, то расскажу здесь еще один, запомнившийся мне на всю жизнь и показавшийся мне тогда же сном вещем. Приснился он мне, когда мне уже было лет пять или шесть. Будто в гости ко мне пришел незнакомый мальчик, который сразу мне особенно полюбился, и с которым я стал играть, точно мы были всегдашними друзьями. Он был старше меня, вовсе не хорошенький, но какой-то весь прелестный, а одет он был в красный костюм, обшитый белой тесьмой. Мы играли с ним в разные игры, но вдруг он исчез, и я почувствовал, что стряслась ужасная беда. Я бегаю по комнатам, ищу мальчика, зову его, но он не откликается. И, наконец, я вижу, в коридоре стоит машина, и в ней бьется мой мальчик, стараясь высвободиться от мнущих и раздирающих его члены рычагов и шестерней. Должен тут же сказать, что всякие механизмы вызывали во мне непреодолимое и таинственное притяжение. Так, например, несмотря на запрет, я не в состоянии был противиться соблазну нажать кнопочку на часах, стоящих у мамы на комоде. Стоило эту кнопку нажать, и часы тоненьким, но отчетливым голоском звонили сначала тот час, который прошел, а затем и те четверти, которые приближали время к следующему часу. Вещица эта была дорогая и памятная, привез ее не то дядя Сезар, не то дядя Костя с лондонской всемирной выставки. В момент боя я осмотрел на заднюю стенку стеклянного ящичка, где приведенные в движение молоточки на упругих прутиках отстукивали то, что полагалось, по полукруглой серебряной чашечке. Эти часики, в противоположность столовом громадным, казались мне добренькими, и я, разумеется, нисколько их не боялся. Еще более милыми были золотые часы на длинной, надевавшейся через голову цепочки, лежавшие в кармане папиного жилета. Они были совсем плоские, с тонко выгравированным на крышке видом Венеции. Что это была именно Венеция, я знал с тех же незапамятных времен, когда меня баюкал папа. Да и вообще, о существовании какой-то Венеции я, кажется, знал раньше, нежели я осознал существование Петербурга. В нашей квартире было развешано немало видов города маминых родителей. Но вот это крошечное изображение площади святого Марка на крышке часов особенно зачаровало меня. В ней все так сияло золотом, а четкая перспектива уводила глаз далеко-далеко. Каждый день и по нескольку раз в день я, сидя на коленях у отца, требовал, чтобы он мне показал свои часы. Получив их в руки, я не уставал любоваться этим видом или же прикладывал к часам ухо, чтобы услышать их еле слышное тиканье. В довершение моего удовольствия папа отворял две крышечки на обратной стороне, и тогда появлялся целый волшебный мирок. Одни, блиставшие золотом и серебром колесики, вертелись быстро, другие медленно. Третьи делали полуповорот то в одну сторону, то в другую. Все это было живое, суетливое, и я был уверен, что если бы заглянуть еще дальше, влезть в часы, то там открылись бы и те микроскопические человечки, которые всю эту хитрую машину приводят в движение. Дальнейшая судьба этих часов, когда-то принадлежавших моему прадеду-композитору Кавосу, оказалась менее печальной судьбы тех больших столовых. По смерти папы они достались в наследство его внуку Коле Лансере. Покидая в первые месяцы революции 1918 года надолго Петербург, он спрятал их в потайной ящик письменного стола, также перешедшего от деда. За время отсутствия Коли почти все его имущество было разграблено, но тяжелый письменный стол трудно было вынести, и воры, обшарив все его ящики и вынув оттуда содержимое, самый стол не тронули и до тайника не добрались. Какова же была радость Николая Евгеньевича, когда по возвращении он нашел часы и еще кое-какие драгоценности там же, куда он их положил? Радость его была такова, что он даже забыл погоревать о многом другом и более ценном, что пропало безвозвратно. Если вглядеться в полустертые, едва еще различимые тени той далекой поры, то рядом с папой и на фоне какой-то домашней обыденной суеты выступают еще фигуры моей кормилицы, остававшейся при мне лет до трех, и сменившей ее моей первой няньки. Впоследствии я слышал, что моя кормилица была красивой бабой, что даже братец Альбер за ней приударял. Но мне запомнился лишь ее полукруглый, расшитый кокошник над высоким лбом, гладкие причесанные пряди волос и масса бус на белой рубахе. Возможно, что няня была вовсе не старая, но тучная, неповоротливая и рыхлая. Она производила на меня впечатление древней старухи. Больше всего мне запомнилось, что она была бабушкой того бойкого, курносого Коли Лукина, который, одетый в синюю шелковую рубашку, приходил иногда по праздникам, чтобы играть со мной. Он был лет на пять старше меня. Отцу, как архитектору высочайшего двора, полагалась на лето казенная дача в Петергофе, и ему предоставлялся один из тех кавалерских домов, которые были расположены вдоль аллеи, идущие от Большого дворца к Старому Петергофу. Я могу считать себя до некоторой степени уроженцем Петергофа, так как, родившись 21 апреля 3 мая, в нашем родительском доме в Петербурге я уже недели две после этого был перевезен на лето в Петергоф. Один из тех кавалерских домов, домов для придворных. Эти кавалерские дома, сооруженные еще при Александре I, были одноэтажные, крепкой деревянной стройки. Они покоились на каменном фундаменте и отличались изящной простотой, вообще свойственной архитектуре той эпохи. Выкрашены они были в коричневый цвет, с белыми барельефами над окнами и с зелеными ставнями-ширмочками на окнах. Эти низкие зеленые ширмы особенно врезались мне в память, вероятно, потому что, проснувшись утром, я их видел первыми, а над ними видел густую листву лип, от которых в комнатах стоял сладкий дух и зеленый полумраль. Так. Занятно было примечать, как через узкие скважины этих ширмочек мелькают головы людей, проходивших мимо нашего дома. Каждая группа кавалерских домов обступала широкий двор, а к каждому дому примыкал со стороны двора садик из сиреневых кустов с цветочными клумбами. Среди этих кустов устраивалась обычная резиденция мамы и сестер, которые, расположившись вокруг круглого стола, то шили, то вязали, то занимались хозяйскими делами — чисткой ягод, варкой варенья, лущением горошка и так далее. В хорошую погоду за этим же столом по утрам мы всей семьей пили кофе. За ним же я помню и папочку в светлом чесунчевом костюме. Это, вероятно, бывало по воскресеньям или по праздникам, когда ему не нужно было ехать на службу в город. Вход в занимаемый нами дом был со двора, но окна парадных комнат и спальни родителей выходили на помянутую аллею улицу. Близко от нашей дачи шел спуск, приводивший к фонтану Евы и к средней аллее Нижнего сада. В начале спуска слева расстилалась окруженная деревьями полянка. На ней, почти у самой дороги, любила сиживать нянька, предоставляя мне возиться в высокой траве и изредка окликая меня, если я отваживался выбегать на дорогу, на которой, не дай бог, меня могли раздавить проезжавшие экипажи. Я эту полянку не любил. Она была слишком близка к дому, и ничего особенно интересного на ней не было. Возненавидел же я ее окончательно после того, как там меня укусила наша черная собака Трезор, которую я так долго дергал за уши и за хвост, что, наконец, она меня и цапнула. Я отделался легкой царапиной, но потекла кровь, и это меня так напугало, что я поднял рев, точно меня зарезали. Бедного Трезора за это отстегали плетью, а няньке была произведена строгая распеканция, почему не доглядела. Бесконечно более соблазнительным представлялось мне спуститься вниз к фонтану Евы. И особенно к тому, находившемуся вблизи фонтана холмику, который дети называли горкой, хотя он едва возвышался над общим уровнем окружающего парка. Взобравшись на эту горку, я сразу воображал, что сделался большим, и что вижу оттуда беспредельно далеко во все стороны. Кроме того, было так занятно, без всякого труда, взбираться на горку и опрометью нестись с нее вниз. На горке собирались и другие дети с их няньками-кормилицами и гувернантками. Пока эти особые между собой судачили, малыши затевали игры в лошадки, в пятнашки, а то делали пирожки из тут же насыпанный куча песка. Но обратный путь шел уже действительно в гору, и это было толстухе-няньке не под силу, особенно если я требовал, чтобы она взяла меня к себе на руки. Горка имела еще то преимущество, что когда начинал накрапывать дождь, явление в Петергофе нередкое, то стоило сделать несколько шагов, как мы уже оказывались в одной из четырех беседок, стоявших вокруг фонтана Евы. В этих беседках собирались все, кого застегал дождь в этой части парка. И занятные же были эти беседки, выходившие со своими зелеными трильяжами и белыми колоннами в сторону фонтана. Через решетки трильяжа было весело смотреть, как продолжали бить и водяным букетом рассыпаться густые струи вокруг беломраморной статуи. Две из этих четырех беседок представляли собой внутри странную конфигурацию. Уступая линии, проложенных еще Петром Первым дорожек, архитектор Кваренги срезал свои постройки решительным образом, ничего не меняя на фасаде. А потому задние стены этих скромсенных павильонов приходились к передним под углом настолько острым, что и ребенок не мог пропихнуться в оставшееся узкое пространство. Такая несуразность занимала, но как-то и тревожила меня. Снаружи дом как дом, а внутри его точно приплюснули, причем, вероятно, что-то было раздавлено, скрыто, спрятано. Я даже видел сны, будто срезанные стены расступаются, и я вхожу в какие-то новые и огромные палаты. Наяву я затем пробовал проверить эти сны и искал, где могла бы быть приснившаяся мне лазейка, но вместо нее я натыкался всюду на выбеленную штукатурку. Это чувство, заключенное в беседке тайны, осталось у меня на всю жизнь. И даже в 1918 году, когда мы последний раз жили в Петергофе, те же фантазии сразу принимались меня тешить. Детские воспоминания особенно обострялись благодаря запахам. Несколько приторный и тяжелый запах шел от масляной краски, в которую были выкрашены зеленые трильяжи павильонов, и сливался он со свежающими ароматами бьющей воды и всей окружающей листвы. В России меня когда-то называли певцом Версаля. Это потому, что я не раз с 1897 года выставлял этюды версальских садов или исторические фантазии из эпохи Людовика XIV. И действительно, Версаль произвел на меня в первый же день моего личного знакомства с ним в октябре 1896 года потрясающее впечатление. Однако это впечатление не может идти в сравнение с теми чувствами, которые я испытывал, когда маленьким мальчуганом ходил, держась за руку отца, по Петерговским аллеям, когда я оцепенел в восхищении от вида падающего по золотым ступеням каскада у Марли, так называемой Золотой горы, или когда, стоя совсем близко внизу у водопада Большого Грота, под Большим Дворцом, меня осыпала водяная пыль, и я через нее видел, как взлетают среди сияющих на солнце золотых божеств струи водометов. Среди чудесных Петерговских фонтанов были и такие, которые на меня навевали некоторый страх. Я побаивался тех огромных золоченых рож, которые вверху Золотой горы извергают потоки воды, сбегающие затем по беломраморной лестнице до Нижнего бассейна. Но еще больше я боялся двух менажерных фонтанов около той же горы, которые бьют необычайно сильным столбом. Менажерные фонтаны — фонтаны Золотого Марлинского каскада в Нижнем саду, обладающие необычно толстой струей. Толщина этих струй обманчива, ибо в середине струи пустота, образуемая пропуском воды через кольцеобразную трубу. Этим достигается и экономия воды. Менажер — беречь. Это французское слово. И наибольший эффект. В XVIII веке струи менажерных фонтанов поднимали и поддерживали на высоте большие золоченые шары. Когда их пускали, они на глазах постепенно росли, пока не достигали своей предельной высоты. Если тогда долго всматриваться в их непрестанно клокотавшую макушку, то получалось впечатление — точно этот массивный и тяжелый белый столб валится на вас. К страшноватым фонтанам принадлежали и черные драконы шахматной горы, а также фонтан Нептун в верхнем саду. Черный железный повелитель морей в короне с острыми зубцами и с трезубцем в руке более походил на Вельзевула, нежели на греческое божество. Под ним копошились всадники, оседлавшие морских коней с рыбьими хвостами, а вокруг из воды широкого бассейна торчали толстые морды дельфинов, извергавшие водяные дуги. Были в Петергофе и потешные веселые фонтаны. Таковы были те голенькие, в землю вросшие карапузы, что держали над головами подносы, а на подносах подобие стеклянных колпаков, клошей, образуемых бьющей водой. Еще потешнее были гриб и елочка у Монплезира. Как весело было, когда какого-нибудь приехавшего из Петербурга гостя приглашали отдохнуть под шапкой гриба или на скамейке около металлического деревца, и когда перед ним, ничего не подозревавшим, вдруг образовывалась сплошная стекловидная пелена воды или его со всех сторон орошали тонкие струйки, возникавшие из ветвей искусственной елки. Дамы визжали, мужчины смеялись, но были и такие, которые обижались и сердились. Самая же забавная шутка была та, что скрывалась за одним из мраморных павильонов у ковша Самсона. Я очень любил это незамысловатое зрелище и подымал рев, когда папа на прогулке отказывался зайти к этому детскому фонтанчику. Но как было не плакать, когда меня лишали удовольствия снова увидеть этих плавающих друг за дружкой уточек и преследующую их собачку? Этот фонтан носит название «Фаворитный». Он имел в документах XVIII века соответствующее пояснение. «Собака-фаворитка гоняется за утками по воде. Тогда утки ей сказали тако, ты напрасно мучайся. Ты де силу имеешь нас гнать, только не имеешь силы поймать». Архипов. Сады и фонтаны XVIII века в Петергофе. Москва-Ленинград. 1931 год. Страница 20. Собака лаяла тяф-тяф, уточки кричали ге-ге-ге, а посреди сидел на вертящейся кочке пастушок с волынкой, из которой он как бы извлекал жалобные звуки. От этих разнообразных петергофских впечатлений, смешных, страшных и восхитительных, вероятно, и произошел весь мой дальнейший культ не только Петергофа, царского села, Версаля, но и всей эпохи барокко. Много при этом значило то, что Петергоф в моих детских лет не был обездушенный, бальзамированный мумией музеем или объектом научного исследования. Это был еще совсем живой и продолжавший служить своему назначению организм. В Петергофе жили царь, царица и царские дети. И от этих, остававшихся на недосягаемой высоте особ, имевших для детского воображения в себе нечто сказочное, излучалась на всю их резиденцию какая-то радостная торжественность. Таким же должен был быть Версаль, когда и в нем жили его настоящие хозяева, задавая тон всему свету. Эту душу Версаля я постиг по Петергофу еще в те годы, когда я о Версале и истории Франции не имел никакого представления. Должен упомянуть я здесь и о цели одной из моих обычных тогдашних прогулок. То была скромная башенка, стоявшая недалеко от нашего дома, в конце поперечного канала. Она походила на перечницу и мне казалась довольно внушительной. То, что в ней никто не жил, что она была всегда заперта, что стояла она, окруженная деревянным помостом, через скважины которого поблескивала вода, все это сообщало этому месту таинственный характер. Мой детский ум населял эту пустоту, не допуская мысли, что такой каменный дом может стоять пустым. На самом деле он служил водокачкой. Помост был ветхий, и моментами даже мои маленькие ножки, несшие маловесившие тельце, проваливались в какую-то труху, что меня очень забавляло. Особенно нравился рыхлый хруст, получавшийся при этих провалах, и те толпы муравьев, которые разбегались тогда по доскам. Няня, остававшаяся сидеть на скамейке, только стонала и молила, чтобы я вернулся к ней. Сама же из-за своей тучности не рисковала ступать на ветхое дерево. Но пора вернуться к дому, к тому летнему нашему дому, который я как-то осознал уже тогда, между тем, как городскую квартиру, в которой проходило три четверти нашего существования, я все еще не примечал. Мне нравилось в Петерговском доме, что комнаты в этом нашем летнем обиталище были такие громадные, высокие и просторные, а из-за близости деревьев темноватые. Мне нравилось и то, что, сойдя пять ступеней, я уже оказывался среди кустов, у того самого стола, за которым мама и сестры проводили целые дни. Под боком у мамы и я здесь пристраивался на все утро, пока меня не поручали для прогулки няни. Тут я рисовал или слушал, что мне читали, или что на своем ломаном русском языке рассказывал мсье Поль, гувернер моих братьев, такой всегда аккуратненький, одетый в бархатный коричневый сертучок и в светло-серые клетчатые штаны. Отсюда же, уверенный в том, что меня во всякую минуту защитит мама или няня, я следил за играми Коли, Иши и Миши, к которым присоединялись соседние маленькие Ковосы, Кроны, Лихачевы. Их шумных, буйных игр я сторонился, но Иша вытаскивал меня иногда из-под материнской опеки и заставлял вместе с другими бегать по двору. Будучи мальчиком необычайно добрым и обладая удивительной способностью играть с малышами, Иша никогда не злоупотреблял моим к нему доверием и всячески меня оберегал. Это было не излишним, когда компания мальчиков в азарте теряла свои приличные манеры и превращалась в отчаянных безобразников. Самые невинные игры в пятнашки, в горелки, в кошки-мышки, в серсо или в валаны приобретали моментами буйный и свирепый характер. Иногда возникали и форменные баталии, во время которых, несмотря на строгие запреты, пускались в ход палки и камни. Тут того и гляди, меня могли затоптать. Сам Иша имел большую склонность к спорту. Спорту, как его тогда понимали, в формах очень скромных и незатейливых. Зимой все эти мальчики и часть девочек бегали на коньках, летом же они участвовали в разных состязаниях. Не проходило дня без того, чтобы Люля, Коля, Иша и Миша не отдавались гребли на лодке и плаванию под парусами. В поощрение специально этих морских забав папа даже соорудил в одном из углов нашего обширного двора высокую мачту, совершенно такую, какая бывает на настоящих кораблях. По ее веревочным лестницам старшие мальчики взбегали, как обезьяны, и, взобравшись до площадки, производили там, к ужасу мамы, акробатические упражнения. В праздничные дни мачта иллюминировалась бесчисленными пестрыми флажками, и на комбинации некоторых флажков братья учились языку морских сигналов. Особенно мне врезалось в память то пиршество, которое было однажды устроено Ишей в палатке под мачтой по поводу одержанной им победы на каком-то состязании. Чего-чего только не нанесли в этот день мальчики в палатку. Сколько бутылок шипучего меда, квасу, ланской фруктовой воды, сколько тарелок с закусками и сладостями. Мне ужасно хотелось проникнуть туда, но один я не решался. Наконец Иша вспомнил обо мне и ввел меня в компанию своих шумных товарищей, кадетиков в форменных блузах или мальчиков, одетых, как полагалось, в морские рубахи. Лица у всех были загорелые и раскрасневшиеся, шум от разговоров и смеха стоял невообразимый, холст палатки пронизывали лучи яркого солнца, на земле уже валялись выпитые бутылки, мне дали отведать всяких запретных в обыкновенное время вещей. И до чего же мне тогда понравились соленые грибы и какие-то колбаски? Совершенно же райским Иша объявил изобретенное им блюдо — огурцы с медом. Эти морские экзерсисы на суше кончились, однако, печально. Они даже чуть не стоили жизни одному из мальчиков, французу Гастону, который был взят к моим братьям для практики языка. О чем-то поспорив на узенькой площадке мачты, Гастон оступился и слетел с трех или четырех сажений на землю. Убиться бедняжка не убился, но все же сломал себе ногу. Каким высокопатетическим осталось в моей памяти то, что за сим последовало! Как тут все засуетились, как забегали, какой пошел гомон и крик! Не кричал только Гастон, а лежал зеленый, точно мертвец, крепко стиснув зубы, чтобы до конца оставаться спартанцем. Его подняли и понесли через весь двор. Войдя в дом, с величайшей осторожностью положили на черный клеенчатый диван, что стоял в папиной чертежной. Больше всего был огорчен маленький крон, невольный виновник катастрофы. Он стоял в изголовье, проливал слезы и все что-то шепотом приговаривал. Рядом с такой почти трагической картиной запомнилось мне среди первых впечатлений, связанных с Петергофом, еще одно более сентиментального порядка. В той же группе домов, которой принадлежала наша дача, стоял небольшой деревянный флигель, окна которого меня очень интересовали. Проходя с няней мимо них, я всегда останавливался для того, чтобы полюбоваться птичками в многочисленных клетках, висевших одна над другой по обе стороны одного из окон. На подоконнике стояли горшки с цветами, а какая-то старушка бывала занята то поливанием их, то кормлением птиц. И вот однажды эта сморщенная старушка заметила меня под окном и ласково, тоненьким голоском стала приглашать зайти. Нянька заортачилась, но старушка мне понравилась, и я так настойчиво стал тащить свою Филипповну за руку, что она уступила, и мы поднялись на крылечко, а из сеней вступили в глубокую темноватую сплошь заставленную мебелью комнату. Вблизи старушка оказалась старичком. Ошибка же объяснилась тем, что голова его была повязана как повойником, и еще тем, что старичок был гладко выбрит, и розовые его щечки казались мягенькими, пухленькими. Крошечным он показался даже мне, трехлетнему, а одет он был в выцветший, весь заштопанный халат из узорчатого шелка с китайцами, пальмами и павлинами на нем. Это был древний, очень сгорбленный старичок. И из того, что шамкал его беззубый рот, я еле различал какое-то мудрено звучавшее приглашение посидеть и отведать его угощений. Меня сразу потянуло к клеткам, и особенно к большой золоченой, с ярко-пестрым попугаем в ней. Тут же вышмыгнула откуда-то мартышка, начавшая скакать со шкафа на шкаф и корчить рожи. За этим первым визитом последовали другие. Уж очень меня манили к себе все эти диковинки. Да и сам старичок с китайцами на халате притягивал меня тем более, что он подчивал меня пряниками, до которых я был большой лакомка. Няньку же он усаживал за чаепитие с вареньем. Когда в следующем, 1874 году, мы снова, налито, приехали в Петергоф, то я в первые же дни пожелал навестить нашего знакомого, но, увы, его уже не оказалось. А вместо него теперь жил в том флигеле музыкант придворного оркестра. И из открытого окна неслось неистовое мычание его фагота. Это опустевшее, завешенное тюлевыми занавесками окно тогда дало мне впервые ощущение невозвратной утраты. Позже я узнал, что старичок этот доживал на покое свой почти столетний век, а состоял он когда-то в пожах при Екатерине II, позже на службе в дворцовом ведомстве. Жил он на этой казенной квартире безвыездно, летом и зимой, в течение многих десятков лет. Несомненно, в том же 1874 году я познакомился со страшной, но и как-то поманившей меня тайной смертью. В один ясный праздничный день, идя с отцом по дамбе к купеческой пристани, я заметил на воде, на небольшом расстоянии, лодочку с сидящими в ней двумя городовыми, которая плыла по направлению к дамбе. Мое внимание, впрочем, было привлечено не столько самой лодочкой, сколько тем, что она волокла за собой. Этот предмет удивительно меня заинтересовал. Как раз в эту минуту папочка повстречался со знакомыми, они остановились, и между ними завязался разговор. Я же, прильнув к перилам помоста, мог вдоволь изучать то, что происходило внизу. Теперь лодка пристала к лесенке, которая вела к сторожевой будке, и городовые совещались с третьим полицейским, вышедшим к ним навстречу. В лучах солнца я мог теперь разглядеть вполне и то, что было привязано к корме лодки и что мягко колыхалось в волнах. Это было нечто похожее на большую куклу с раскинутыми руками и ногами. Кукла была голая, а бледное тело ее было точно размалевано цветными пятнами. Головы не было видно. Она оставалась за лодкой, глубоко свесившись под воду. Никакого ужаса я не испытывал. Наоборот, меня что-то приковало к этому зрелищу. Я оторваться от него не мог. Когда разговор между большими прервался, я поспешил указать папе на то, что меня так заинтересовало. И он только воскликнул «Ах, боже мой, да это утопленник!» и сразу потащил меня прочь, причем пришлось отрывать мои цепкие пальцы от массивных перекладин перил. Позже выяснилось, что то был труп матроса с одной из царских яхт, потонувшего несколько дней назад во время купания, и что полиция везла труп к кладбищу, расположенному на самом берегу моря, по другую сторону дамбы. Эта дамба играла немалую роль в жизни дачников. Я лично очень был огорчен, когда во время Первой мировой войны ее и пристань, который она вела, уничтожили. Петергов лишился одной из своих достопримечательностей. Ввиду малой глубины Финского залива пароходы не могли подходить к самому берегу, а потому и была построена эта дамба, выступавшая на добрую четверть версты в море. От берега сначала тянулась земляная насыпь. Дамба в точном смысле слова. Но дальше она переходила в мост на бесчисленных сваях, приводившие к общественным купальням. Слева — женским, справа — мужским. В конце же моста находились те деревянные постройки, в которых помещались кассы пароходного общества, жилища для служащих и самая пристань. Купеческая пристань в цветущую пору Петерговского пароходства, пора эта кончилась около 1900 года, была весьма оживленным местом. Сюда дачники являлись встречать приезжающих по морю из Петербурга. Сюда же приходили вереницы провожающих, охотники же до морского купания распределялись между купальнями. Чрезвычайное многолюдство в праздничные дни придавало гавани характер ярмарки, чему способствовал и нистовый голдеж наемных извозчиков, для стоянки которых была отведена сбоку очень обширная дощатая площадка. Извозчики накидывались на прибывавших, стараясь перебить друг у друга седоков, и почти силой устраивая их в свои ландо, колясочки и пролетки. Так и слышались со всех сторон традиционные зазывания «Ваше сиятельство», «Ваше благородие», «Ваше степенство». Тут же на площадке, в гордой обособленности, ожидали своих господ собственные экипажи с их величественными бородатыми кучерами. А в свою очередь среди них выделялась кучерская аристократия, придворные кучера, по-иностранному бритые, с их товарищами выездными лакеями, как те, так и другие с золотыми позументами на ярко-красных шинелях и снабок надетыми треуголками. Когда масса прибывших оказывалась размещенной, господские лошади двигались стройным топтом, извозчичи клячи беспорядочной, путанной рысью, и буквально на весь Петергоф раздавался грохот. Услыхав его, даже дачники, жившие за версту или задве от пристани, узнавали, что пришел пароход, и тогда, если кого ожидали к завтраку или к обеду, то говорили прислуги, они сейчас будут, можно подавать. Услыхав в известный час такой топот на дамбе, мы знали, что приехал наш папа, и тогда принято было идти к нему навстречу. Мы доходили до другой достопримечательности Петергофа, до высокого, выкрашенного в черный цвет свайного моста, который был перекинут через овраг, отделяющий новый Петергоф от старого. На пологом подъеме к этому мосту внизу и показывались перегонявшие друг друга возницы, а среди них и постоянный папин-извозчик. Вскоре можно было различить и папочкино милое лицо под широкополой соломенной шляпой. Въехав на верхнюю дорогу и заметив нас, папа останавливал дрожки, слезал с них и, схватив меня, начинал целовать и подбрасывать в воздух, приговаривая свои всегдашние смешные ласковые словечки. Затем он сажал меня рядом с собой, и мы шагом доезжали до кавалерских домов. Я гордый тем, что сижу рядом с папой в экипаже, тогда как моя нянька плетется, едва передвигая ноги пешком. С кавалерскими домами связаны у меня и первые воспоминания о домашних пиршествах. На семейные праздники 1 и 15 июля собиралось человек 40, если не 60, и тогда приходилось обедать в саду за поставленными в два ряда столами. На этих пиршествах я помню баловавшего меня поэта Якова Петровича Полонского, тогда еще ходившего без костылей и очень увлекавшегося живописью. Помню еще и трех моих двоюродных дядей Альберто, Камилло и Стефано Кавосов, из коих двое младших служили в итальянской армии, а поэтому, находясь наездом в Петербурге, являлись на семейные торжества в своих эффектных мундирах. С этой же поры я отчетливо помню и другого своего дядю, мужа покойной тети Софи, Митрофана Ивановича Зарудного, блестящего Краснобая и очень нарядного Щеголя, к сожалению, тогда уже злоупотреблявшего вином. Помню, как, стоя в траве на коленях перед далеко непривлекательной тетушкой Екатериной Анжеловной, он, подняв персты к небу, дурачась, клялся ей в вечной любви. Помню и то, как, посадив меня на высококолесный свой шарабан, он гнал рысака, сея всеобщий ужас по улицам Петергов. Запомнился мне с тех пор и тот случай, как дядя Митрофан, мчась таким же бешеным аллюром по Самсониевской аллее, опрокинул шарабан и его седоков в канал. Однажды среди наших гостей я заприметил новое лицо молодого человека с заостренной бородкой, одетого совсем не так, как другие, в кафтан без пуговиц и в шаровары. На ногах у него были мягкие черкесские сапоги, а на голове странная кавказская шапочка. Уже одно это было поразительно, но еще поразительнее было то, что являлся этот молодой человек всегда верхом на казацкой лошади. Почему-то в мое сердце вкралось сразу недоброе предчувствие. Да долго и не пришлось догадываться. Уже к концу лета 1874 года он был объявлен женихом моей сестры Кати. Обеих сестер, и старшую Камишу, и младшую Катю, я нежно любил. Это были совсем взрослые барышни, которые годились мне в матери, и которые старались одна перед другой и злить на своего крошечного братца запасы своей материнской нежности. Выходила точно у меня не одна, а целых три мамы. Но одна из них возбуждала во мне какое-то особое чувство, которое я не знаю, как назвать иначе, нежели как словами художественный восторг. Катя считалась вообще очень хорошенькой. Я же в ней видел прям-таки свой идеал. Пожалуй, будет вернее сказать, что это была моя первая, разумеется, совершенно безотчетная, но все же пылкая влюбленность. И это чувство я почти осознал как раз тогда, когда мне сообщили, что Катя выходит замуж за Женю Лансере. Как-то раз меня позвали в гостиную, сунули в руку длинный узкий бокал, на дне которого было немножко желтоватого вина, и пригласили выпить за здоровье Кати и Жени. Все вокруг уже держали такие же бокалы, но у них вино, пенись, переливалось через край и капало на пол. У всех был необычайно радостный вид, все стукались своими бокалами друг с другом и весело что-то приговаривали. — Что же, Шуренька, чокнись и ты со мной, — нагнулась ко мне Катя, ведь я невеста. Я выхожу замуж за Женю, чокнемся. Но Шуреньке было не до чоканья. Я выронил свой бокал из рук, и он разбился. Это, к счастью, это, к счастью, загудели вокруг гостя. Сам же, заливаясь слезами, помчался к себе в детскую и, рыдая, зарылся в подушке. Что только не предпринимали, чтобы меня утешить, ничего не помогало. Я не понимал, что значит выйти замуж. Я даже не представлял себе отчетливо, что сестра теперь вскоре покинет наш дом, но все мое существо возмутилось против того, что вот этот чужой человек станет близким к моей Кате. Я почти занемог от жгучей ревности. К самой свадьбе, которая была сыграна через несколько недель, я уже примирился с судьбой, успокоился, а после свадьбы Женя и Катя уехали в Париж, где и прожили всю зиму. Там-то и сделала высокоталантливая ученица Зичи Мэри Эттингер их необычайно удачный двойной портрет. Глава вторая Брат Иша Осенью того же 1874 года наша семья пережила большое горе. Скончался мой брат, мой любимый брат Иша. Любили ли Ишу другие братья так же как я? Одно из самых тяжелых впечатлений того времени связано у меня как раз с фактом, который, казалось бы, доказывал обратное. Иша как-то напроказил в зеленой комнате, служившей тогда спальней для двух старших братьев, для Альбера и для Люли. Оба были уже учениками Академии художеств и в семейной иерархии были включены в разряд больших, чему вполне соответствовала их внешность, их рост, их возмужалость и особенно их бороды. И вот эти-то двое больших так взбесились поступком Иши, он нечаянно разбил какой-то гипсовый бюстик, что набросились на него и расправились с ним жестоким образом. Как сейчас вижу дикую картину, которая предстала тогда передо мной. Сначала послышалась перебранка в зеленой комнате, потом какая-то необычайная возня в зале, затем топот по коридору и, наконец, уродливо толкающаяся группа, состоявшая из Альбера, Люли и Иши, ввалилась в столовую. Через секунду Иша лежал на полу. Откуда-то появилась веревка, и его, не обращая внимания на вопли, братья связали и связанного потащили в последнюю комнату, где бросили на доску прикрывавшую ванну. О, как возненавидел я тогда этих мучителей, как они сразу же потеряли весь свой престиж. Ни родителей, ни сестер не было дома, прислуга же оставалась на кухне и ничего не слыхала. По совершении казни оба палача удалились, и в квартире выдворилась жуткая тишина. Не понимаю, почему моя нянька, сначала напуганная яростью братьев, теперь не поспешила развязать Ишу и никого не позвала на помощь, но, во всяком случае, Иша оставался некоторое время лежать привязанный к крышке ванны, причем, верный своим спартанским принципам, он лишь изредка стонал и скрежетал зубами. В первый раз я в тот же день увидел мамочку в гневе. Вообще, она никогда нас не бронила, а старалась действовать убеждением и усовещиванием. Но здесь, когда, вернувшись домой, она нашла своего сына в таком ужасном положении, она воспылала негодованием. И какое же я получил удовлетворение, когда я увидал смущение обоих мучителей, их жалкий поникший вид, их опущенные головы? Как я ликовал, когда мама их же самих заставила развязать Ишу и растереть его наболевшие члены? И как я принялся целовать бедного моего любимого брата? Вскоре после того случилось с Ишей другое, более опасное злоключение. его укусила одна из наших собак. Иша, узнав, что с полканом творится что-то неладное, сбежал во двор, но не успел он показаться, как пес бросился на него и вцепился ему в плечо. Дворники тут же прикончили пса лопатами, а раненого Ишу понесли домой. В те времена неизвестна была прививка против бешенства, и существовало лишь поверье, что если прижечь сразу рану каленым железом или хотя бы чистым спиртом, то укушенный будет спасен. Раздев Ишу и найдя рану, которая была неглубокой, мама стала обмывать ее этим примитивным средством. Я отчетливо вижу картину. Иша сидит, выделяясь силуэтом на фоне окна, дрожит мелкой дрожью, и все же изо всех сил крепится, чтобы подавить боль и пережитые волнения, а мама с помощью Ольги Ивановны прикладывает ему примочки, черпая спирт из поставленного на пол таза. Увы, теперь трудно решить, могло ли спасти Ишу доморощенные средства. Месяца через два моего бедного брата не стало. Но скончался он от совсем другой причины. Иша заболел воспалением брюшины или брюшным тифом, и после недели мучений, столь же мужественно им перенесенных, он скончался, будучи всего четырнадцати лет от роду. Самая смерть явилась неожиданно. Еще утром он перебрался на кресло, пока ему меняли постельное белье. Незадолго до этого его перевели из красной комнаты, в которой он жил вместе с Мишей, в просторную комнату на улицу, служившую спальней родителей. Раза два я забегал туда, движимый неясной тревогой, но он лежал молча, сосунувшимся от страданий лицом. Выбитый из обычной колеи, я слонялся по комнатам, встречая во всех какой-то раздраженный отпор. К вечеру же мы все братья собрались в зеленый, меня усадили за стол, дали карандаш и бумагу, и я принялся рисовать. Что-то нависало все больше и больше. С другого конца квартиры доносился шорох, звон посуды, стоны иши, и иногда увещевание мамы принять лекарства. А потом все окончательно затихло, и я понял по тому, как переглядывались между собой братья и по раздававшимся рыданиям прислуг, что произошло нечто ужасное. Через еще несколько минут послышались знакомые лишь очень замедленные шаги папы. Войдя, он тихо произнес «Иши больше нет, он умер». При этом папа не плакал, но лицо его было полно глухого страдания. Да и я, обыкновенно плакавший по всякому поводу, на сей раз не заплакал, хотя и ощутил всю меру своего несчастья. Вследствие этого ощущения я и запомнил каждый дальнейший момент злополучного вечера. Гурьбой мы последовали за папочкой и вошли в спальню. Именно от Иши среди всяких других мной любимых страшных рассказов я узнал, что мертвые начинают дурно пахнуть, а потому когда я вошел, мне показалось, что сказанное им уже и подтверждается. В комнате действительно стоял тяжелый и приторный, никогда раньше мной неслышанный дух, но это пахло от всяких лекарств и особенно от мускуса, который Иши впрыскивали за несколько минут до смерти. Сам Иша лежал на боку, точно спал, лицо его спокойное и даже слабая улыбка играла на устах. Я подумал, вот он увидел ангелов. Вдруг из передней послышались какие-то протестующие возгласы. То был голос жениха моей старшей сестры, матью Эдвардса. Он быстрыми шагами вошел в спальню, еще решительнее запротестовал, когда мама подтвердила, что Жюль скончался. Подойдя к кровати, он дотронулся до покойного, затем, присев рядом, еще раз заявил. Это невозможно, он не умер, он спит. И, обращаясь прямо к Ише, он несколько раз воскликнул. Ну, мой мальчик, вставай, не время спать. О, как мне захотелось, чтобы свершилось одно из тех чудес, о которых любил рассказывать Ише, чтобы открылись эти глаза, чтобы он повернулся, привстал, но тщетно взывал добрый мат. Иша оставался нем, без движения, теплота не возвращалась, и, наконец, сам мат поверил в непоправимое. Он опустился на колени и, уткнув свою рыжую голову в одеяло, принялся, громко всхлипывая, молиться. Сейчас, вслед за этой сценой неудавшегося воскресения, началось жуткое убирание покойника. Прислуги под руководством мамы и Камиши принялись обмывать тело. Мне удалось украдкой увидеть это через щель между половинками двери. А тем временем папа при помощи братьев и мата соорудили в кабинете под портретами дедов своего рода катафалк, для чего был использован высокий чертежный стол, а в головах повешено большое скульптурное распятие. Потом одетого уже в гимназический мундир Ишу общими усилиями понесли из спальни в кабинет и положили на это возвышение, окружив его зажженными свечами. Еще две подробности поразили меня. На закрытые веки Иши положили по большому медному пятаку, а в ноздри запихали вату. На все это я смотрел с крайним любопытством. что Иша совсем недавно еще бывший таким живым разговорчивым превратился в абсолютно бледную, недвижную и немую статую, что от него, как мне казалось, пахнет, что глаза его могут против его воли открыться, и потому на них и положили тяжелые пятаки. Все это до того меня интересовало, что я как-то и не успевал предаваться тому горю, которому предавались остальные. Я даже нарушал несколько раз общее сосредоточенное молчание, задавая весьма нелепые вопросы. Мне было всего четыре с половиной года, и я еще не умел представляться, а все, что случилось, было столь необыкновенным, столь странным. И вот что удивительно, мне при этом вовсе не было страшно. Наоборот, мной постепенно овладевала особенная экзальтация, то особенное чувство, которое неминуемо посещало меня в детстве при каждом событии, особенно потрясающем. Дальнейшее сохранилось в моей памяти более отрывчато. Смутно помню появление у гроба Ише старого патера Лукашевича, смутно помню и то, как я в последний раз вижу Ишу в открытом гробу в церкви святой Екатерины, куда его поставили на ночь перед погребением. Несколько лучше запомнилась картина погружения гроба в яму посреди того склепа, который в церкви католического кладбища был отведен под место погребения нашей семьи. Но и эта церемония в сводчатой пахнущей сыростью капелле не произвела на меня большого впечатления. Меня развлекали масса лиц, обступивших в могилу, и в особенности одетый во все белое отец Курнан, который совершал самый обряд в сослужении еще двух священников в черных с серебром ризах. Мне запомнилась и моя глупая острота, которую я счел нужным выпалить из-за какого-то непреоборимого желания обратить на себя внимание. Я вдруг повернулся к маме и громко спросил, его, вероятно, потому называют Курнан, что у него курносый нос. Мне за мою остроту попало, но на некоторых лицах я увидел улыбку, и этого уже было достаточно для осознания какого-то успеха, до чего иногда дети, пожалуй, еще более падки, нежели взрослые. Все последующие дни были заполнены разговорами об Ише. Я же не переставал рыться в его тетрадях и рисунках, отыскивая давно знакомые его композиции или же натыкаясь на еще мне неведомые и среди них на очень страшные и странные. Но кто мог теперь мне их объяснить и растолковать? Кому из братьев было дело до меня? Сестра Катя была далеко в Париже, а сестра Камиша целыми днями просиживала со своим женихом? Папочка же и мамочка были оба такие грустные. Они так странно меня ласкали, что я не решался к ним приставать с вопросами. Поразила меня еще одна вещь. Разбирая бумаги Иши, мама набрела на тот брульон, в который он что-то еще записывал накануне дня, когда он почувствовал первые приступы недуга. То было классное сочинение по немецкому языку о Марии Стюарт. И что же? Эта черновая запись кончалась фразой, которую вложил Иша в уста несчастной королевы в момент, когда она идет на казнь. Мой последний час пробил. В таком совпадении даже не имевшая склонности к мистике мамочка не могла не увидать своего рода предчувствия. Если кого может удивить, что на четырех с половиной летнего мальчика эта фраза, к тому же на чужом языке, произвела впечатление, то я укажу на то, что по-немецки, благодаря своей Бонне Лине, заменившей как-то раз в этом году русскую няньку, я уже кое-что понимал, а про судьбу Марии Стюарт я слыхал от того же Иши. Глава третья Любимые игрушки Моим главным развлечением в детские годы, приблизительно до восьми лет, были солдатики всякого вида и образца. Их я любил так, как только мог любить свои войска какой-нибудь немецкий Сараниссимус, великий охотник до парадов. Друг дома Панчетто меня даже прозвал Бум-Бум, ибо именно так я сам называл солдат, когда еще не умел произносить настоящие слова, но грохот барабанов, проходивших мимо наших окон полков, уже вызывал во мне особенное возбуждение. Бум-Бумом называл меня этот милый человек до самой своей смерти, случившееся тогда, когда мне стало лет под сорок, и я из прежнего милитариста давным-давно успел превратиться в завзятого пацифиста. Солдатиков было у меня несколько сотен. Одни были оловянные, другие бумажные, вырезанные папой, наконец, в удовлетворении моей страсти. Папочка мне делал их из игральных карт, которые он перегибал пополам в высоту и обкромсовал по краю с заострением кверху. Такая форма позволяла им стоять довольно стойко, но истинную радость мне все же доставляло не стояние их, а падение. Если бывало дуниш на первого, он валится на соседа, тот на третьего, и вся линия оказывалась убитой. Никаких жестоких чувств я при этом не испытывал, впрочем, думаю, что и современный летчик, бросающий бомбу на город, тоже в этот момент ни о чем специфически жестоком не помышляет. Он скорее так же невинно веселится, как Шуренька веселился, когда ухлопывал свои бумажные легионы. Из оловянных солдатиков особую слабость я питал к тем сортам, которые стоили дороже и которые являлись как бы аристократией среди прочего населения моих коробок. Это были кругленькие, выпуклые солдатики. Причем кавалеристы насаживались на своих коней и для большей усидчивости обладали штифтиком, который входил в дырочку, проделанную в седле лошади. Спешенные такие всадники имели припотешный вид. Они оставались с расставленными ногами, точно они замочили себе штаны. Неприятное чувство замоченных штанов было мне тогда хорошо знакомо. И вместе с тем в таком виде они походили на настоящих кавалеристов, у которых от езды тоже ноги становятся колесом. Брат Коли в позднейшие годы являл живой пример такого типичного кавалериста. Эти толстые солдатики продавались в коробках, в которых обыкновенно помещались еще всякие другие вещи. Холщовые палатки, которые можно было расставлять, пушки на колесах и тому подобное. Все это было страшно интересно, и я действительно блаженствовал, когда расставлял все это на столе, создавал себе иллюзию, что все это настоящее. Если же к этому прибавлялись оловянные тонко-ажурные кусты и деревца, а также те восхитительные домики, которые папа мне вырезал и клеил, то иллюзия правды становилась еще полнее. Вся эта домашняя военщина, будучи привозной, заграничной, довольно дорого стоила. Напротив, почти ничего не стоили военные игрушки народные, иначе говоря, те деревянные солдатики, которых можно было купить за несколько копеек на любом рынке. К сожалению, эти солдатики по формату не соответствовали оловянным, самые маленькие из них раза в три превышали самого большого оловянного солдатика. Это обстоятельство, однако, не мешало мне любить и свои деревянные полки. Нравились они мне по двум причинам. И потому, что они были раскрашены в особенно яркие и глубокие колеры, например, голубые мундиры с желтыми пуговицами при белых штанах, и потому, что они восхитительно пахли, пахли игрушками, пахли тем чудесным запахом, которым густо были напитаны и игрушечные лавки. Самые замечательные игрушечные лавки были Дайниковские в Апраксином рынке и в Гостином дворе, но поигрушечной лавке имелось и на нашем фамильном Литовском рынке, и на недалеко от нас отстоявшем Никольском. Эти деревянные солдатики пролетарского характера были разных типов. Одни были крашеные, другие просто из белого дерева, были пехотинцы, были кавалеристы, были генералы. Но особенное удовольствие мне доставлял барабанщик, стоявший у своей будки, или целый полк с офицером во главе. Барабанщик выстукивал дробь. Стоило только повертеть за ручку, вделанную в кубик, служившей подставкой. Что же касается полка, то тут фигурки в светло-голубых формах при белых штанах были нашпилены на деревянные, скрепленные накрест полоски, которые раздвигались и сдвигались, вследствие чего солдатики то размыкали, то смыкали ряды. Но не одни солдатики пленяли меня среди простонародных игрушек. Были еще такие, с которыми я познакомился в самом раннем детстве, но которые и позже вызывали во мне настоящую радость. К ним принадлежали, например, кланяющийся господин, одетый во фрак по моде тридцатых годов, и его пара дамочка, делавшая ручкой и одетая в широкое и короткое розовое платьице. Сколько я этих Иван Петровичей и Марьи Степанных на своем веку переломал! И как был я счастлив, когда, принявшись в девяностых годах систематически собирать игрушки, я приобрел несколько последних экземпляров этих удивительных живых статуэток, изобретенных еще во времена Гоголя, и с тех пор неизменно повторяющихся мастерами Троицкого посада. Вся моя большая коллекция игрушек была в двадцатых годах приобретена русским музеем. Троицкого посада или Сергиева посада, ныне город Загорск. Результатом увлечения Александра Николаевича Бенуа народной игрушкой явилась в дальнейшем его небольшая книга «Русские народные игрушки». Санкт-Петербург, 1905 год. Тут же нужно помянуть с сердечной благодарностью и о тех игрушечных усадьбах, перед которыми под дребезжащую струнную музычку плавали гусята, а также о всяких пестро раскрашенных птицах и зверях из папье-маше, барашки делали «мэ» птички пью-пью-пью, а турки глотающим солдат и тому подобное. Вспоминая выше о своем милитаризме, я позабыл упомянуть о предмете моего особенного вожделения, о большом солдате из папье-маше, на котором был красный мундир и у которого была такая милая круглая розовая рожица с черными усиками. Он стоял вытянувшись, выпитив грудь и браво держал ружье. Ростом он был с меня. Когда я наконец лет трех получил такого солдата и полагавшуюся при нем полосатую будку, то я точно получил себе живого товарища. Я даже клал его вместе с его неотделимым ружьем к себе в кровать под одеяло, а в его будку я мог свободно влезать. Временами, впрочем, я и сам походил на воина, нахлобучив на голову игрушечную каску или же облачившись в рыцарский панцирь. При панцире полагался и шлем с забралом, и очень страшная кривая сабля. Все эти предметы были сделаны из картона и оклеены золоченой бумагой. Если бы дать себе волю, то моя глава об игрушках могла бы разрастись в целый трактат. Однако я никак не могу не упомянуть еще о двух категориях игрушек. О том, что я бы назвал карликовым миром, и о том, что можно объединить термином оптические игрушки. И то, и другое отвечало, пожалуй, еще в большей степени существу моего характера. То, и другое имеет связь с театром и со всяким художеством, воспроизводящим жизнь. Что касается до карликового начала, то, мне кажется, это было во мне нечто наследственное, ибо, несомненно, уже у папы была страсть ко всему крошечному. Эту свою страсть он выражал в тех моделях, которые он клеил как для своих детей, так даже и для представления начальству. У него в книжном шкафу, рядом с целой деревней чудесных домиков, привезенных им в сороковых годах из Швейцарии, хранилась модель Стрелинского вокзала, которую папа когда-то склеил для представления ее самому государю Николаю Павловичу. Вокзал на станции Стрельна Балтийской железной дороги, построенного Николаем Леонтьичем Бенуа. Такие же модели рассказывали братья он делал раньше почти для каждой своей значительной постройки, больше для собственной утехи, нежели по необходимости, тратя на это кропотливое дело массу времени. И вот в 1875 году ко дню моего рождения папа пожелал особенно распотешить младшего своего сынка этим своим искусством. Для этого он вздумал склеить целую квартиру, которая должна была заменить доставшиеся мне по наследству от братьев деревянные комнаты столярной работы, довольно-таки нелепые и громоздкие. Ведь мог же я из одной комнаты в другую проползать на четвереньках через соединявшие их двери. Приготовления к этому подарку держались в секрете, но я очень скоро заподозрил, что нечто особенное зреет для меня. Да и пробегая по папиной чертежной, куда он с Альбером или с Леонтием по окончании очередных серьезных дел удалялись, я мог, бросив украдкой взгляд на рабочий стол, заметить какие-то крошечные рамы для окон, что-то вроде кухонной плиты, что-то похожее на фортепиано. Наконец, день моего рождения, 21 апреля 1875 года наступил. Когда я, тщательно причесанный, в бархатном костюмчике, с кружевной отделкой и в новых полосатых чулочках, вышел, сияюще смущенный в столовую, то между двух горшков с гиацинтами я узрел настоящее чудо, сразу наполнившее мое сердце восторгом. Будучи, как большинство детей, лишенным чувства благодарности, назойливым и никчемным мне тогда казались все эти поминутно повторявшиеся понукания, скажи спасибо, Шуренька, я на сей раз все же до краев сердца переполнился этим чувством и даже расплакался. Маме и тут же стоявшим с поздравлением прислугам показалось, что Шуреньке опять не угодили и уже собирались меня за это журить, но я, преодолев конфуз, все же успел между судорожными рыданиями промолвить, я заплакал, потому что боюсь это испортить, после чего я зарылся головой в папин халат и бешено стал его, то есть именно халат, целовать. Правда, этот домик был бумажный, картонный, комнаты были не выше пяти вершков, да и комнат было всего три, из которых одна большая служила залой, другая и столовой, и спальней, а третья кухней, но зато все это изумительно воспроизводило настоящую и притом довольно шикарную квартиру. В зале, оклеенный белыми обоями, топился холодным пламенем из красной фольги камин. Над ним перед зеркалом стояли канделябры и часы. У окна со следой вместо стекла были повешены кружевные занавески. В углу стоял рояль с поднимавшейся крышкой, стены были украшены картинами в рельефных рамочках. В оклеенной красными обоями столовой, кроме обеденного стола и стульев, стоял еще удобный диванчик, кресло-качалка и большой буфет с настоящей фарфоровой и стеклянной микроскопической посудой, а смежная со столовой кухня была полна кастрюль, тазов, сковородок, на стене же висел колокольчик, который заливался тоненькой дробью, если отворяли входную дверь. В петербургских домах только тогда стали вводить общественное водоснабжение, но уже в моем домике был водопровод, по крайней мере, на это указывали кран и раковина. Официальными жильцами моей квартиры значились куколки, очень мило одетые. Господин и дама, для дамы пришлось прикупить железную кроватку с матрацем и подушками, тогда как господин удовольствовался диваном, на который я его укладывал, не снимая фрака. Однако подлинным обитателем был, разумеется, я. Мне и не нужны были эти фигуранты, которых я вскоре испровадил в коробку со всякой всячиной, раз я мог сам часами просиживать перед своей квартирой, расставляя мебель, накрывая стол, возясь с камином, у которого за металлической решеточкой лежала лопаточка и щипцы. При этом я воображал, что сегодня будут гости, что вот гости явились, и им из кухни несут вкусные вещи. Мне не приходило в голову, что тут нужна еще хозяйка, но с какими-то все же воображаемыми товарищами с Петей и Сашей я мог подолгу разговаривать, они меня навещали в квартире, и с ними же я продолжал беседовать, когда бонна укладывала меня спать. Культ маленького достиг настоящего маньячества, когда в русском переводе я познакомился с Гулливером, прелестное издание «Зеленой библиотеки». Бенуа имеет в виду многотомное иллюстрированное собрание рассказов разных авторов для детей, издавалось в 70-х годах XIX века вольфом на русском языке. Ах, как мне тогда захотелось попасть в столицу лилипутов, заглядывать в окошечки их домов и наблюдать, как они живут в своих крошечных квартирках. Я давал себе слово, что буду крайне осторожен при прогулках по их улицам и что никого из них не задавлю. Я так живо представлял себе этих человечков, их лошадок, их костюмы, вооружения, что моментами мне казалось, точно я, как Гулливер, действительно уже когда-то держал их в руках, точно действительно чувствовал, как они дрыгают в перепуге ногами, точно я их подносил под самый нос, чтобы лучше разглядеть. Да, может быть, я и впрямь все это видел в своих всегда очень реальных снах. Вечером, когда тушили лампу, я начинал вглядываться в полумрак, освещенный ночником комнаты, в надежде, что кто-нибудь на комоде или на висячей полке вдруг и закопошится, и это окажется лилипут. Случись это действительно, я, наверное, и не испугался бы, тогда как умер бы от страха при появлении какого-нибудь мохнатого рогатого. Меня интересовал и точный размер гулливерских лилипутов. Когда мне прочли в книжке, что они были семидюймовой высоты, то я просто обиделся. Это уже не были бы те совсем маленькие людики, в существование коих я так слепо верил и с которыми так хотелось войти в общение. Как было бы приятно брать их в карман, вынимать во время прогулок, пусть погуляют среди травки, которая должна им казаться дремучим лесом. Но годы шли, а лилипуты не удостаивали меня своим посещением. Приходилось довольствоваться марионетками и всякой другой неодушевленной мелочью. Здесь же нужно упомянуть о тех замках, о целых городках, которые продавались во время вербного торга, и в которых, как и в картонажных рыцарских доспехах, доживали свой век мечты, отошедшие в вечность романтики. О романтике, как о некоем литературном движении, пятилетний мальчик, разумеется, никакого понятия не имел. Но о замках я знал, что в них жили разные персонажи из любимых сказок. Рыцари, принцы и принцессы, синяя борода, людоед, которого, видимо, шонка сожрал кот в сапогах и тому подобное. Да и про самые замки мне много рассказывал Иша. И я знал, что у них подъемные мосты, что их окружают зубчатые стены с башнями по углам. Я приблизительно знал и то, как выглядят замки внутри, какие там лестницы, переходы, залы. Многое такое я видел в папинах путевых альбомах, но со многим я знакомился как раз по тем замкам из пробки, о которых я упомянул только что. Кто создавал эти чудесные и прям-таки поэтичные вещицы? Кто был тот милый уютный художник, который, вероятно, задолго до вербного торга подбирал пробки, разрезал их на пласты, клеил их, сочинял самую архитектуру, бесконечно варьируя комбинации элементов, из которых складывались эти крошечные сооружения? Этот же анонимный волшебник выкладывал скалы, на которых возвышались его многобашенные замки, ярко-зеленым мхом, сажал по ним крошечные рощи из перьев, он же вставлял в пробочные берега зеркальца, представлявшие пруды чистой воды. Какие тончайшие пальцы лепили этих малюсеньких восковых лебедей, что подплывали к ожурным перильцам пристани? Неужели этот архитектор, доживший, вероятно, до глубокой старости, пережил себя и познал коварную переменчивость вкусов? Неужели он терпел нужду, боролся за жизнь, производил все эти чудеса для того, чтобы заработать десятка-два рублей за те семь дней, что длилась вербная неделя? Постепенно мода на эти замки стала проходить. Их уже редко кто покупал, хоть и стоили они не больше рубля или двух. Никого не трогала их подлинная поэтичность. Над ними стали смеяться, как над непонятным пережитком глупой старины. Их странное дело, даже у меня, хотя не обходилось и года, чтобы я не приобретал такого замка, даже у меня не сохранилось их ни одного. Хрупкие эти изделия требовали большой осторожности, их следовало бы держать под стеклянным колпаком. Но и колпаки ломались от недостаточно осторожного обращения прислуги и меня самого. Радость, совершенно подобную той, которую я получал от этих вербных замков, испытывал я при виде того, что было сгруппировано в одной из зал Академии Художеств. Через нее надо было проходить, отправляясь в комнаты, отданные под конкурентов. Так как папа всегда меня брал с собой, когда делал свой обход знакомых академистов, в том числе и моих двух братьев, то я побывал в этом зале моделей несколько раз. основа коллекции архитектурных макетов, выполненных из пробки, была заложена еще Екатериной Второй, специально заказывавшей их для своего внука, будущего Александра Первого. Папа имел звание профессора, но не состоял профессором- преподавателем Академии Художеств, с которой у него в те времена, несмотря на личную дружбу со многими ее членами, были несколько натянутые отношения. Эти обходы и не были для него чем-то обязательным. Просто он был всегда готов преподать начинающим архитекторам что-либо из своего колоссального опыта, поделиться своими энциклопедическими знаниями по архитектуре и памятником прошлого. Часто он тут же брал карандаш и быстро с поразительным мастерством набрасывал какую-либо деталь, профиль карниза, валюту, орнамент. Глядя, как просто он это делает, мне и в голову не приходило, каким редким даром он владеет и в результате каких трудов получилась эта легкость. это была просторная но не очень светлая комната. В самой глубине ее и в наиболее освещенной ее части возвышался дивный купол римского Сан-Пьетро. А перед ним в некотором беспорядке были расставлены прямо на полу знакомые мне Исаакиевский собор, Михайловский замок, Петербургская биржа, Смольный монастырь и десяток античных руин. Каждая такая миниатюрная постройка была представлена со всеми подробностями с крышами, трубами, колоннами, подъездами, колокольнями и шпилями. Вот где воочию я видел город Гулливера. Мне разрешалось пройтись среди этих зданий, из которых немногие превышали мой рост и внутрь которых я мог заглядывать через окошечки. Часть этих зданий стояла как бы разрезанная пополам, что позволяло различить и внутреннее убранство, местами весьма роскошное. Но выше всех и прекраснее всех казался мне именно собор Святого Петра. Мало того, когда я очутился уже зрелым человеком перед папским собором в натуре, я не ощутил столь же сильного восторга, какой я испытывал ребенком, когда цепенел перед этой величественной массой, хотя она и не превышала высоты одной сажени двух метров. Ничего я еще тогда не знал о художественном значении этого памятника, о том, когда и кем он был построен. Я имел только смутное представление о том, что это самая большая церковь на свете, и что она находится в Риме, где живет папа, не мой папа, а папа римский, царь всех священников. Этот мой восторг был поистине непосредственным и подлинным. И именно этот восторг от собора Святого Петра вместе с таким же подлинным восторгом от Рафаэля остался как бы путеводным талисманом на всю мою жизнь. Постепенно он отложился в моей душе в целую систему неопровержимых и совершенно для меня ясных аксиом. И каждый раз, когда мной овладевали сомнения в отношении чего-то главного, я, благодаря этому талисману, спасался от деморализации. Впоследствии все эти модели были, благодаря моим же стараниям и после многих лет небрежного отношения, расставлены в залах нижнего этажа Академии художеств, но, увы, модели Святого Петра среди них не было. Она погибла за несколько лет до того, в пожаре 1900 года. Она была слишком велика, чтобы пожарные могли ее вынести через единственную дверь той залы, в которой была сгруппирована эта бесподобная коллекция. Глава четвертая Оптические игрушки Всякие оптические игрушки занимали в моем детстве особенное и очень значительное место. Их было несколько. Калейдоскоп, микроскоп, проксиноскоп, волшебный фонарь. К ним же можно причислить гуккостен и стереоскоп. Из них калейдоскоп был в те времена предметом самым обыденным. В любой табачной ловчонке, торговавшей наряду с сигаретами и папиросами и дешевыми игрушками, можно было за несколько копеек приобрести эту картонную трубочку, которая на одном конце имела дырку, а на другом матовое стекло. Стоило посмотреть в дырку, как внутри обращенной к свету трубки появлялось удивительное зрелище, благодаря пересыпавшимся цветным стеклышкам, отражавшимся в стенках зеркальной призмы. Пронизанные светом, превратившись в драгоценные камни, эти кусочки при каждом повороте трубки соединялись, рассыпались и укладывались во всевозможные новые фигуры. Бывали и другие калейдоскопы с металлической трубкой, оклеенной цветной кожей, с визирем, который можно было, как в микроскопе, двигать вперед. Но цветные фигуры получались в ней не более удивительные, а к тому же надо было с ним обращаться бережно. И ни в каком случае не разрешалось такую трубку вскрыть и изучить ее внутренность. Напротив, жизнь каждого дешевого калейдоскопа вскоре оканчивалась именно такой операцией. И до чего же было забавно, когда высыпешь на ладонь пригоршню снова превратившихся в поломанные стекляшки недавних яхонтов и рубинов. Микроскоп не был игрушкой. Брат Иша унаследовал его от Альбера, который завел себе более усовершенствованный. Но в руках Иши старый бертушен микроскоп служил еще лучше, нежели у своего первого владельца. Ведь Иша был так пытлив, он столько знал, он столько научился, помимо своих гимназических уроков. Однако для такого маленького мальчика, каким был я, микроскоп был, разумеется, игрушкой. И игрушкой тем более чудесной, что она никогда мне прямо в руки не давалась. Помню, как Иша бережно кладет на стеклышко пыль, снятую с корки сыра. Я же не могу дождаться, когда это будет готово, и когда, закрыв один глаз и приложив другой к холодной меди, я увижу какой-то очень страшный мир, нечто вроде тех мохнатых чудовищ, которые меня навещали в кошмарах. Да уже не от этих лисианцев и шло мое представление о рогатах, косматах и до тошноты гадких существах. Меня начинали мучить вопросы, где домики, норки этих зверей, и зачем боженьке понадобилось создать их, да еще посадить на такую вкусную вещь, как швейцарский сыр? Вероятно, мало кому сейчас известно, что означает эффектное слово проксиноскоп. А между тем, это была та самая штука, которая полвека назад заменяла кинематограф. Мало того, от проксиноскопа, от принципа, лежащего в основе его, кажется, родилась и сама идея движущихся картин. В своем простейшем виде это был картонный барабан. в котором проделаны узкие вертикальные надрезы. Внутрь барабана кладется лента с изображениями разных моментов какого-либо действия. Скажем, девочки, скачущие через веревку, двух дерущихся борцов и тому подобное. Приложив глаз к одному из надрезов, мы видим только ту часть ленты, что по диагонали круга находится на супротив. Но стоит дать ладонью движение барабану, свободно вращающемуся на штативе, как изображения начинают мелькать и сливаться. А так, как каждое изображение представляет уже слегка измененное предыдущее, то от этого слияния получается иллюзия, будто девочка скачет через веревку или будто борцы тузят друг друга. Разумеется, барабан, сделав круг, подводит к тому же месту, к начальной картинке. Но неизбалованному тогдашнему зрителю и того было достаточно, что девочка, не сходя с места, все скакала да скакала, а борцы, оттузив друг друга, снова принимались тузить, пока барабан не остановится. Сюжеты на ленточках бывали и более затейливые, а иные даже страшные. Были черти, выскакивающие из коробки и хватающие паяться за нос, был и уличный фонарщик, влезающий на луну и тому подобное. Зоотроп вариант проксиноскопа Все эти дико звучащие научные термины не были мне известны в детстве. Для меня все эти аппараты просто назывались вертушками. Здесь принцип оставался тот же, но видели вы не самую ленту, а отражение ее в зеркальцах, которые были поставлены крест-накрест в середине круга. Из картинок этого типа, обыкновенно нарисованных в виде силуэтов, мне особенно запомнилась вальсирующая пара. Иллюзия того, что эти фигуры вертятся, была полная, причем казалось, что они и рельефно выступают. Этот аппарат нравился мне особенно потому, что он принадлежал к явлениям из карликового мира. Эти лилипутики танцевали мне на забаву, и я мог чуть ли не часами глядеть на такое милое зрелище. Мне кажется, что я перепутал здесь термины. То, что я говорю о проксиноскопе, относится к зоотропу и наоборот. Приборы описаны автором правильно. Надо бы проверить по энциклопедическому словарю. У дяди Сезара был чудесный проксиноскоп с массой лент, но была у него и другая оптическая штука. Это была большая иллюзионная камера, целое сооружение на особом постаменте, в которой большие фотографии, вставлявшиеся в нее и ярко освещенные, получали удивительную рельефность и отчетливость. Окончательная же иллюзия получалась тогда, когда прикрывалось освещение сверху, и картины освещались транспарантом, причем день сменялся ночью, на небе оказывалась луна, в воде ее отблеск, на улицах зажигались фонари. Везувий выкидывал неподвижное пламя, и красная лава текла по его склонам. Самой же эффектной была картина, изображавшая какое-то пожарище. Тюэльри, сожженные в дни коммуны. Днем вид представлял унылые серые развалины, но на транспаранте они оказывались объятыми бушующим огнем, тысячи искр летели по небу и жутко чернели силуэтами наполовину уже обгорелые стены. Наслаждение, получаемое мною при виде этих картин, было тем более острым, что мне не так-то легко было добиться подобного спектакля. Сам дядя Сезар был слишком занят, чтобы заниматься мной. Барышни кузины или их гувернантки не умели зажигать специальную лампу и переставлять эту довольно тяжелую машину. Оставалось прибегать к помощи милого и всегда любезного кузена Жени, но он не всегда бывал дома. Не меньшей приманкой, нежели Гукастен, дяди Сезара, служил мне стереоскоп дяди Кости, но о нем я уже рассказал в первой части этих воспоминаний. Это немецкое слово Гукастен не было употребительно в моем детстве. Его заимствовал я из записок Болотова XVIII век, который любовно останавливается на том, что он такой Гукастен устроил у себя на квартире во время стоянки русских войск в губернском городе Кенигсберге. Товарищи, глядевшие в него, верить не хотели, что перед ними лишь нарисованные изображения, а не действительность. У моего папы был тоже стереоскоп, но более скромный, более примитивный и лишенный удобства манипулирования. Зато карточки, которые были у нас в доме, являлись своего рода редкостями стереоскопии. Это не были фотографии, а раскрашенные литографированные рисунки, теоретически скомбинированные так, чтобы разглядывание их в два стекла давало слитый рельефный образ. Предрасположение мое к стереоскопии сказалось в том, что я и этими отвлеченными образами мог упиваться часами. Особенно меня восхищало то, как геометрические построения, напоминавшие те формы, в которых подавалось в те времена мороженое или пеклись парадные торты, лепились, вырастали так, что казалось, они вот-вот коснутся моего носа. Иные же удалялись в бесконечную даль. В сущности, штука, которая меня так восхищала у дяди Сезара, была тем же, только усовершенствованным гукастаном, с которым еще ходили в моем детстве раешники по улицам Петербурга. Пять или шесть таких раешников забавляли нетребовательную публику и во время масленичного гуляния на Марсовом поле, да и редкая деревенская ярмарка обходилась без того, чтобы не появлялся один из этих разносчиков зрелищ. Ходили раешники и по дворам, и тогда к коробке его прилипали дети самых различных классов, ибо всем было настолько интересно поглядеть через большие круглые застекленные отверстия на картинке, вставлявшиеся внутри коробки. Особенно заманчиво было послушать потешные пояснения к ним, дававшиеся раешникам. Картинки русских гукастанов были самые незатейливые, кое-как раскрашенные, а то это были просто иллюстрации, вырезанные из журналов и наклеенные на картон. Зато чего только не врал раешник. Запомнились особенно классические пассажи. Вот город Амстердам, в нем гуляет много дам, а вот город Париж, приедешь и угоришь, французы гуляют, в носу ковыряют. Про королеву Викторию гласило так, а вот город Лондон, королева Виктория едет, да за угол завернула, не видать стала. Хороший раешник знал десятки всяких прибауток, причем он их варьировал, стараясь потрафить вкусу данного сборища публики или даже высказаться на злободневные темы. Бывало, что он и такое наврет, что дамы, горничные швеи или просто какие-либо девчонки шарахались в сторону и, прыская от смеха, закрывались передниками. В газетах высказывалось возмущение такими непристойностями раешников, причем надо сказать, что самые картинки были всегда самого невинного характера. Я же тогда этих непристойностей просто не понимал, и если что меня влекло к коробке раешника, то это больше как бы самый принцип. Вот увидать хотя бы дренную картинку, но в таких условиях, которые придавали ей характер чего-то волшебного. Однажды меня так затолкали уличные мальчишки, желавшие увидеть то, чем я любовался, что я упал и больно ударился при этом о коробку. Такая бесцеремонность меня до того рассердила, что, не успев сообразить, до чего опасно вступать в бой с этими маленькими разбойниками, я схватил свою шапку и стал бить ею по их физиономиям. Это, кажется, единственный случай в моей жизни, когда я уподобился Роланду, причем, к собственному удивлению, я вышел из этого испытания с честью, правда, при поддержке дворника Василия. Из всех оптических игрушек, когда-то меня пленивших, не было ни одной столь замечательной и значительной, нежели волшебный фонарь. Два этих слова вызывают и по сей день во мне особые ощущения. Впрочем, в родительском доме, в котором французские и русские языки имели одинаковые права и в котором очень многое называлось иностранными словами, выражение «волшебный фонарь» не было в таком ходу, как слова «латерна магик» или по-латыни «латерна магика». Самый аппарат у нас был неказистый, и стоял он на полке рядом с прочим детским скарбом, но и он обладал способностью вызывать в темной комнате на пустой белой простыне самые удивительные образы. В те времена, не знавшие кинематографа, этого было достаточно, чтобы возбуждать в зрителях и не только в детях восторг. Стоило зажечь лампу, помещавшуюся внутри жестяной коробки, вставить в коридорчик между лампой и передней трубкой раскрашенные стеклышко, как на стене появлялись чудесно расцвеченные, совершенно необычайных размеров картины. Характеру волшебной таинственности латерны магики особенно способствовало то, что эти представления должны были по необходимости происходить в темноте. Темнота настраивала на особый лад. Темная комната, страшная комната. Когда мне случалось проходить вечером одному через темную нашу залу, я предпочитал идти, зажмурив глаза, и находить путь ощупью, только бы не увидеть чего-либо такого, от чего можно помирить со страху. А вот тут эта враждебная и страшная темнота оказывалась желанной и заманчивой. Да она уже никому более из детей и не казалась страшной, раз в темноте набиралось столько народу, и со всех сторон во мраке доносились знакомые голоса, смех, вспышки ссоры и сдержанное хихиканье. В таких условиях не страшно даже и пугнуть другого, подкрасться кому-нибудь и внезапно схватить его за ногу или дернуть за косу. Уже самые приготовления к сеансу волшебного фонаря вызывали волнение. Вот старшие братья устанавливают на табурете машину, к стене прикалывается простыня, мы же, зрители, устраиваемся на собранных со всех углов стульях, а кое-кто и впереди просто на полу. Домашняя традиция требовала, чтобы на этих спектаклях непременно присутствовала прислуга и в первую голову наши две горничные Степанида и Ольга Ивановна. Присутствие их было особенно желательно мне. Если бы я знал в те времена что-либо о греческой трагедии, я бы сравнил их роль с ролью античного хора. Они на перерыв старались выражать свое изумление, восторг или сожаление перед всем, что появлялось на простыне, и хотя бы они видали это много раз и знали все наизусть, их ахи и охи необычайно усиливали наше собственное настроение. Но вот зрители все разместились, впереди малыши, позади кто постарше, лампа стоявшая на столе перед диваном вынесена в другую комнату и двери плотно-плотно закрыты, и тогда кажется, что вся комната погрузилась в непроницаемую тьму. Однако прежде, чем что-либо появилось на простыне, начинает сильно попахивать копотью, лампа в фонаре имеет неисправимую привычку дымить, пахнет и накаленной лаковой краской, которой покрыта жестяная коробка, но эти ароматы способствуют только мистике момента. Тут же неизменно в начале сеанса повторяется одна и та же сцена. Мама заглядывает через приотворенную в темноту дверь и встревоженным голосом произносит фразы «Боже, как дурно пахнет! Смотрите, дети, будьте осторожны, как бы не наделать пожара!» Это вторжение трезвого благоразумия раздражает. Все в один голос протестуют, но с другой стороны становится как-то элесно. Оказывается, что наше таинство связано с какой-то опасностью. Это мы можем наделать пожар. Это наше колдовство может закончиться в самом деле ужасной катастрофой. Такая перспектива почему-то даже веселит. Но вот на простыне появился большой, правильный, светлый круг, и в этот круг сбоку наползает первая выросшая в громадную величину картина. Раздаются крики. Произошла вечная ошибка. Стеклышко неправильно вложено, и изображение появилось вверх ногами. Распорядители полушепотом обмениваются упреками. Но далее все идет как по маслу, и от того, что на секунду мы увидали хорошо знакомый образ опрокинутым, иллюзия от спектакля нисколько не нарушается. Наши сеансы волшебного фонаря обычно начинались со сказки про спящую красавицу. У трона стоит колыбель новорожденной принцессы, ее окружают король с королевой и несколько фей. Это добрые феи, поясняет картину Миша, что, однако, давным-давно всем известно. Но почему же феи отвернулись от младенца и с ужасом глядят в одну сторону? Объяснение появляется тут же, ибо по мере того, как феи продвигаются влево и исчезают за круглым краем, справа вылезает длинный крючковатый с бородавкой нос коробосихи и ее протянувшаяся с грозящим пальцем рука. Ах, зачем ее не пригласили? Следующий эпизод. Горбунья, окруженная пламенем, творит свое проклятое колдовство. Она зловеще подняла палочку, и напрасно ее умоляют о пощаде другие феи и царственные родители. Принцесса заснет от первого укола и будет спать целых сто лет. В дальнейшем, увы, историю прерывают весьма досадные пропуски. Так, выросшая писаной красавицей принцесса входит в комнату к старушке, сидящей за веретеном, но от следующей, самой фатальной сцены сохранились лишь полруки и веретено, остальное погибло от падения стекла на пол. Или вот принц привязывает своего коня у ворот заросшего шиповником замка, но от сцены, где он целует спящую принцессу, видно было только изголовье роскошной кровати и ее увенчанная короной головка. Сказочная часть программы на этом не прекращалась. Вслед за спящей красавицей скользили по светлому кругу истории про мальчика с пальчика, про золушку или про кота в сапогах. Стекла эти были не так давно куплены, они были целы и горели всей яркостью своих красок. Зато в конце сказочной серии обязательно показывалась одинокая картина, про которую никто уже не помнил, к чему она когда-то относилась. Это стекло сохранилось еще со времени детства старших братьев, но фрагмент этот производил потрясающее впечатление. То было погребальное шествие. Густой толпой, голова к голове, выступали благородные сеньоры в средневековых костюмах, а сейчас за ними продвигался и самый несомый на плечах гроб. Кто лежал в нем, какому полу и возрасту принадлежали его останки никто не знал, но нельзя было сомневаться в том, что то была особа царского рода, так как провожали ее коронованные персонажи, да и на гробу лежала корона. Если Альбер оказывался с нами, несмотря на свои двадцать лет и на свою бороду, он не меньше нашего наслаждался такими спектаклями, то он осторожно пробирался к роялю, бесшумно отворял крышку и принимался под сурдинку играть траурный марш Шопена. И до чего же эти звуки способствовали усилению впечатления? Были в нашей коллекции картинок для фонаря и видовые сюжеты. Стоили они дороже других, так как они были вделаны в дерево и тонко раскрашены от руки. Несколько из этих драгоценностей пережили всех своих более ломких товарищей, и две из них я хранил и в позднейшее время, наряду с другими наиболее трогательными сувенирами детства. Разглядывая их на свет, я каждый раз испытывал магическое их действие. Происходившее более чем полвека назад восставало передо мной, как живое, и мне даже начинало казаться, что я снова слышу знакомые шорохи в потемках и вдыхаю копытный запах. То были вид в саксонской Швейцарии и капелла зимой при луне. Особенно хороша была капелла. Благодаря не особенно хитрому трюку двери ее отворялись, и тогда внутренность оказывалась залитой светом. Уверяю вас, что, отдаваяся в детстве наслаждению от разглядывания этих картинок, я испытывал чувство бесконечно более сильное и глубокое, нежели то, которое теперь дает и очень усовершенствованный красочный фильм. Ведь всякое произведение искусства, будь оно самое наивное, становится прекрасным, раз оно находит доступ в душу. А говорить нечего, что капелла зимой при луне доступ этот находила, и даже в такой степени, что у меня навертывались слезы умиления. Сеанс завершался комическими номерами и вертушками. Комические стекла изображали всякие гротескные рожи, иные из них, представая на простыне в испаринских размерах, не только смешили, но и пугали. Или то были целые движущиеся сценки. Стоило, например, дернуть за ручку, торчавшую из-за деревянного обрамления стекла, как вмиг у повара на блюде вместо свиной головы оказывалось его собственное, а на его толстенной фигуре появлялось свиное рыло. Был и такой еще сюжет. Мальчик весело катается по льду, но дернешь за ручку, и он уже в проруби, из которой торчат одни лишь ноги. Эффектнее всех была картинка, изображавшая жирного купца, угощающегося блинами. Один блин за другим попадал в широко разинутую его пасть, и у нас на глазах пухла его утроба. Боже, какой смех вызывала эта примитивная юмористика! Хохотали дети, но пуще других хохотала почтенная Ольга Ивановна, причем, вероятно, для богомольной, стародевичьей постницы, в этой картине было и нечто соблазнительное. Вертушки служили апофеозом сеансов. Они представляли в них чисто эстетическое начало. В своем роде это были эмбрионы тех причудливых разводов и тех красочных окрошек, которыми нас теперь услаждают разные авангардные беспредметники вроде Леже, Кандинского, Маркуси, Миро, Массон и так далее. Но у их эмбрионов было большое преимущество перед новомодными проявлениями того же художественного принципа. Эти окрошки двигались, они вращались и сочетались в самые неожиданные красочные симфонии. Одни превращения производили впечатление точно они разбрасывают узоры во все стороны и притом нализают на зрителя. Другие наоборот как-то всасывались внутрь и представляли собой подобие воронок или мальштрэмов. В обоих случаях оставалось непостижимым откуда берется такая неисчерпаемость цветистой материи и куда она проваливается. при вертушках тоже требовалась музыка, причем оператор изощрялся, чтобы рисунок движущихся арабесок совпадал с ритмом звуков. Когда я сам научился производить кое-что складное на фортепиано, то я с особым удовольствием брал на себя роль такого музыканта. Не знаю, получили ли большое удовольствие от моих импровизаций слушатели, но сам я впадал при этом в своего рода транс. Мне начинало казаться, что это я вместе со звуками произвожу всю эту красоту. Все до сих пор рассказанное относится к фонарю, служившему еще моим братьям. Он был небольшого формата, стенки местами были продавлены, а труба давно потеряно. Но на елку 1878 года я себе выпросил новый собственный фонарь. И уже это было нечто несравненно более эффектное и внушительное. Коробка фонаря была вдвое больше, увеличительное стекло было снабжено диафрагмой, свет лампы обладал силой достаточной, чтобы при круге, достигавшем до потолка, образы оставались яркими и отчетливыми. Тогда же мне были подарены вместе с новыми сериями сказочных стекол, помянутые капелло зимой, и еще какие-то пейзажи, которыми я особенно любил поражать своих маленьких гостей. Но мог ли я тогда думать, что я еще увижу, благодаря волшебному фонарю, и такие оптические иллюзии, в которых все изображенное будет двигаться, в которых и даже самые фантастические сказки будут развертываться во всем очаровании красок, пения, музыки и словесных диалогов. Что бы сталось со мной, если бы в 1878 году на семейной елке новенький фонарь показал бы на белой стене нашей залы то, что теперь может увидеть где угодно и сколько угодно даже и весьма малоимущий ребенок. Глава пятая. Любимые книжки. Моей первой книжкой был, несомненно, Степка Растребка в оригинальном немецком издании Неряха Петер. Каким-то необъяснимым чудом этот же самый, уже до меня служивший братьям экземпляр сохранился до сих пор и находится здесь со мной в Париже. Когда-то более чем 80 лет тому назад мой Степка Растребка лишился своего оригинального картонажного переплета и с тех пор его заменяет обложка собственного попашиного изготовления из зеленой мраморной бумаги. Внутри книжки тоже не все благополучно, некоторые листы, надорваны, целая страница в одной из историй отсутствует совершенно, а именно про мальчика Ратозея. Но в детстве я так привык к отсутствию начала этой истории и так научился добавлять воображением то, что предшествует моменту, когда Ратозей попадает в воду канала, что когда я в цельном экземпляре Степки-Растребки увидал полную версию этой истории, я был даже как-то разочарован. А вообще какая это чудесная книжка, ныне забракованная специалистами в качестве антипедагогической. Известно ее возникновение. Автором ее был детский доктор, который для забавы своих маленьких пациентов рассказывал им сказки, снабжая их тут же примитивными иллюстрациями. Кому-то пришло в голову собрать эти истории и побудить доктора издать их. И вот успех получился совершенно неожиданный. Книга оказалась сразу в руках у всех мамаш, нянюшек и самих ребят, и с тех пор издание книги было повторено бесконечное число раз. Мало того, она переведена на все языки. Существовала и русская версия, она-то и называлась Степкой Растрепкой, но то было не дословное повторение, а скорее своеобразный вариант со внесением в него специфически русских бытовых черт. В чисто художественном смысле рисунки в русском издании, принадлежащие известному иллюстратору 40-х и 50-х годов Агину, превосходят рисунки оригинала. Чудесное свойство Штрувель-Петера заключается в совершенной его убедительности. Сколько вообще нарисовано на свете всяких фигур и сцен на забаву и поучение малышей, какие отличные художники отдавали иногда свои силы этой задачи, и однако ничто так не убеждает, ничто так не поражает воображение ребенка, как те наивные фигуры и нелепые сцены, из которых состоит Штрувел-Петер доктора Гоффмана. Впрочем, и самому автору этой архигениальной книжки не удалось затем достичь такой же силы художественного воздействия. Существует еще несколько детских книжек того же автора, и в них рисунки сделаны, пожалуй, старательнее, исполнение обладает большим совершенством, но ни одна из этих в своем роде тоже очаровательных книжек «Лентяй-Бастиан на небе и на земле» не может сравниться с первым созданием благодушного медикуса, так удивительно потрафившего вкусу и воображению детей. И до сих пор каждая из фигур Штруверпетера для меня представляет нечто совершенно живое и как бы даже реально существующее. В детстве же я верил, что улица, по которым пай-мальчик дает себя вести за ручку своей маменьки есть наша большая морская, и что канал, в который свалился Ратозей, соседний с нашим домом Крюков канал, да и парадная лестница, на которую вышла дама, запрещающая своему сыну сосать палец, была для меня нашей парадной, а дверь, из которой вылетает страшный портной, это дверь наших соседей свечинских. Именно то, что есть в этих рисунках наивного и чистосердечно обобщенного, то самое дозволяет детскому уму добавлять эти картинки личным воображением. Я бы не запомнил столь многое в Штрувельпетере, если бы на картинках было больше подробностей. Но, кроме того, дети отлично разбираются в так называемой художественной правде, хоть ребенок и не имеет понятия о смысле этих слов. В Штрувельпетере есть именно та самая подлинная непосредственность, которая подкупает детскую фантазию и подкупает настолько, что ребенок не отдает себе отчета в нелепостях и неточностях, а эти нелепости и неточности он исправляет и дополняет благодаря особой яркости своих первых восприятий жизни. Наконец, сюжеты Штрувельпетера вполне подходят к ребяческим интересам и, в сущности, содержат, как бы в эскизах, некий компендиум живой драмы. Что все это преподнесено в дурашливом виде, вовсе не лишает убедительности и лишь смягчает силу впечатлений, которые без того могли бы ранить воображение и оставить в нем болезненные следы. Специалисты педагогики это-то и проглядели, когда они забраковали Штрувельпетера, жестокого и страшного каждый и даже наиболее оберегаемый ребенок видит достаточно вокруг себя, но его охраняет какая-то специфически детская душевная броня. Он видит все иначе, по-иному, в известном смягчении, и самое ужасное становится благодаря тому почти приемлемым. Именно такой приемлемый ужас, присущий историям Штрувельпетера. Все страшно, многое даже жестоко, но манера, в которой это поднесено, та детскость, что была в авторе и чем насыщены его рисунки, это делает страшное и жестокое забавным, ничуть не подрывая убедительности. Моей симпатии к Штрувельпетеру я остался верен на всю жизнь. Если впечатления от разных классических картин, в частности от рафаэлевских станцев, о чем дальше, способствовали образованию моих эстетических основ в глубине души и, несмотря на весь мой эклектизм, я все же классик, то Штрувельпетер утвердил во мне способность чувствовать и распознавать правду, и именно правду художественную, иначе говоря, такую, которая более правдива, нежели и самый точный объективный фотографический документ. На такой основе выросла затем моя симпатия и к Людвигу Рихтеру, и к Доре, и к Бушу, и к Оберлендеру, позже к Ходовецкому, и к Менцелю, к Брейгелю, к нидерландским и французским примитивам, к итальянским квадрочинистам, к Рембранту, и так далее, и так далее. И наоборот, я особенно чуток к распознаванию лжи в искусстве, тогда как за внутреннюю правду и подлинность я готов простить какие угодно недостатки и недочеты. Наконец, к своему собственному творчеству я был потому строг, временами даже несправедлив, что слишком часто сознавал в нем отсутствие того дара непосредственности, которым мне особенно хотелось бы обладать. Если, оглядываясь назад на свое творчество, я из него решился бы что-нибудь спасти, то сюда не попали бы те картины, которые принесли мне в свое время наибольший успех, и что в момент их создания казались мне удовлетворительными, а напротив, то скромное, наивно-непосредственное, что меня подчас роднит с автором Штрувальпетера. Любимой книжкой после Степки Растребки была в раннем детстве тоже немецкая история про путешествие какого-то дяди Швальбе на воздушном шаре. В очень ясных и на сей раз академически умелых картинках мы видим, как любитель-путешественник подымается над родным городом и при этом якорем зацепляется за церковного петуха, которого и увозят с собой в Поднебесье. После разных похождений мы попадаем с ним на макушку египетской пирамиды, куда к нему приползает крокодил, и, наконец, мы переселяемся на луну, внутри которой имеется уютнейшая комнатка. В ней аэронавт в обществе лунного сторожа подкрепляется сыром и пивом, но, в конце концов, сторож выбрасывает Швальбе в черную пустоту. Все это чистейшая чепуха, но почему-то она оказывала удивительную притягательную силу. Уж не шевелились и в мальчике семидесятых годов инстинкты воздухоплавания, приведшие последовавшие поколения к овладению воздухом. Такими же вернейшими спутниками моих детских лет, как Степка Растрепка и дядя Швальбе, были еще три книги, о которых я не могу умолчать. Одна из них познакомила меня с моим другом Орликином, другая ввела меня в царство музыки, а разглядывая третью, я переносился в древний классический мир, в его божественную ясность и гармонию. Название первой книги я не помню. Она еще в детстве исчезла из нашего обихода, и сколько я не старался потом ее разыскать у букинистов, мне это так и не удалось. Вероятно, она принадлежит к большим библиографическим редкостям. Однако я отчетливо помню каждую из картинок, и мне сдается, насколько можно доверять детским воспоминаниям, что эти картинки имели нечто общее с домье. Одно несомненно, то были литографии, и при том раскрашенные. Эти строки были давно написаны, когда совершенным чудом я Фонтенбло у уличного букиниста на рынке нашел таки эту книжку. Называется она «Проделки Орликина», и иллюстрации действительно прелестные, принадлежат карандашу художника Бори. Из отдельных проделок Орликина, именно им и посвящена вся книжка, мне особенно запомнилась одна с протянутым шнурком через улицу. На одной картинке Орликин занят приготовлением своей злой шутки, но уже вдали виднеется фигура Кассандра, медленной походкой, продвигающегося к фатальному месту. Во второй Орликин, спрятавшись за углом, натянул шнурок, и почтенный старец, споткнувшись об него, летит вверх тормашками. Другие проделки, вроде кражи всякой снеди, носят еще более преступный характер, и кончается история уже совсем плохо. Орликина судят и приговаривают к повешению, но, к счастью, палач, движимый жалостью, освобождает его от петли. И на последней картинке Орликин бежит со всех ног пополю в черной маске, дабы отныне никто не мог его узнать. Вдали же, на горизонте, виднеется виселица с каким-то болтающимся тряпьем. Об Орликине я еще буду говорить, рассказывая про балаганы, но и здесь будет, кстати, сказать два слова о моем культе Орликина, о моей настоящей влюбленности, в эту странную фигуру. Я видел о нем сны. Я сам мечтал стать Орликином. Я обожал маленького Орликина, фигурировавшего среди фантошек, привезенных мне бабушкой из Венеции. И всем этим культом Орликина, которому я, несмотря на его современное опошление, остался верен до сих пор, я обязан силе впечатлений, полученных именно от данной книжки. Несомненно, что, не получая их в начале дней своих, я бы не считал Орликина своим другом, и даже чем-то вроде своего доброго гения. И как раз этот образ юного прелестного существа остался для меня подлинным, тогда как, познакомившись впоследствии с основным видом данного персонажа из итальянской комедии, я огорчился и как-то обиделся за своего героя. Орликин с бородой, Орликин бродяга, Орликин, смахивающий на уродливого арапа. Впрочем, почему не считать, что и на картинах «Ватто» или «Жилло» под уродливой маской с черным подбородком или даже с бородой скрывается тот же милый, поэтичный образ моего лукавого красавца, и что этот проказник вовсе не чужд благородных побуждений. Когда в балаганных представлениях я видел, что феи балуют его и даже дарят ему волшебную палочку, я вовсе не удивлялся этому и принимал это как нечто Орликином вполне заслуженное. В папиной библиотеке было очень много иллюстрированных книг. Но в те времена раннего детства огромное большинство внушало мне лишь решпект, недалекий от отвращения. Особенно неприязненно я относился к большущим архитектурным фолиантам, в которых было столько планов и чертежей. Но было несколько книг, которые я любил и которые я особенно часто требовал, чтобы мне их показывали. На первых местах среди этих любимцев из папиной библиотеки стояли похождения Вельдамура и Душенька, две русские книги, состоявшие из одних картинок, тогда как текст к ним находился совершенно в другом месте и был напечатан на страницах другого формата. Впрочем, в тексте я и не нуждался. Повесть казака Луганского о Вельдамуре я так и не удосужился прочесть, даже впоследствии, а Душеньку Богданович хоть и прочел, но тех впечатлений, которые возникали во мне от рисунков Федора Толстого, я при этом чтения не получил. Мало того, после рисунков текст показался мне пошловатым и глуповатым. Повесть казака Луганского Казак Луганский псевдоним Даля 1801-1872 Его повесть «Похождение Вельдамура и его Аршета» была напечатана в 1844 году. Картинки Вельдамура принадлежат Перу остроумного и наблюдательного любителя художника Сапожникова, издавшего эти оригинальные литографии пером в 40-х годах. Еще до чтения повестей Гоголя, когда я не имел еще понятия об его эпохе, во мне, благодаря этой серии картинок, создалось полное представление о Гоголевском Петербурге, который был когда-то и папином, когда папа был молодым человеком. Сама повесть заключается в следующем. Родители Вельдамура прочили его в гении, он и превзошел науку музыки, выучившись играть на всевозможных инструментах. Это, однако, не помешало жестокой неудаче сопровождать его до самой гробовой доски. Да и доски-то ему не удалось получить, он умер в нищете на улице, и вместо его вечного покоения было отмечено всего только еле заметным холмиком. Верная же его собака, о, как я любил этого Аршета, которую Вельдамур когда-то щенком спас из воды, не пожелала пережить своего горемыку хозяина, и тут же на могиле издохла. Вообще горемычных историй я терпеть в детстве не мог, и прям даже ненавидел те специфические горемычные истории, которыми уже тогда русские педагоги-писатели и писательницы считали долгом кормить юношество, якобы воспитывая в нем сострадания и другие благородные чувства. Надуманность и ложь этих писаний я угадывал инстинктивно, и протестовал, если кто из больших пытался мне прочесть подобную историю. Но Вельдамур был чем-то совсем иным. Во-первых, это была книга для взрослых, затем это была смешная история, смех сквозь слезы, или, вернее, слезы сквозь смех. Мне было очень жалко Вельдамура, но не для возбуждения жалости была эта история сочинена, и художник ее иллюстрировавшей. Меньше всего заботился именно о жалости. Ему было интересно наглядно представить, как все это произошло, и объективизм автора выражается в том, что его образы взяты прямо из жизни, и что они похожи на самое обыденное и чрезвычайно типичны. «Особенно меня занимала серия сцен, в которых Вельдамур переходит от одного инструмента к другому, каждый раз возбуждая все более или менее громкую реакцию в своем воющем псе. Инструменты, имеющие вообще для детей особую притягательную силу, были изображены со всей присущей каждому жутью. Далее замечательен был эпизод с концертом Вельдамура. Как его приятели на все лады и даже под угрозой пистолета навязывают прохожим билеты и, как несчастный виртуоз в элегантнейшем фраке и по моде завитой, выходят на эстраду перед рядом именитых слушателей. Но не восторг возбудило его выступление, а негодование, ибо они вместо арии услыхали лишь поперхивание и кашель. Несчастный как раз перед концертом жестоко простудился. Не менее захватывал любовный эпизод, особенно момент, когда Вельдамур в замочную скважину пытается увидеть то, что происходит в квартире возлюбленной, и вдруг получает удар по носу от отворившейся двери, через которую на лестницу выступает его счастливый соперник. Более же всего я трепетал перед картинкой приготовления Вельдамура к самоубийству. Для того, чтобы особенно поэтично обставить свою кончину, непризнанный гений завесил комнату траурной драпировкой, а сам, надев на манер факельщиков широкополую шляпу с флером, уселся в гроб, собираясь с выражением трагического восторга, писать свой собственный реквием. Мне кажется, что и в своем искусстве я весьма многим обязан подобным детским впечатлениям. Эти рисунки Вельдамура так характерно отражающие мещанский быт Гоголевского Петербурга, дожившего с незначительными изменениями и до моего детства казались мне совершенно близкими. Подобно тому, как я с детства дружил с Орликином, я был знаком со всеми этими музыкусами, понимал их чувствования и переживал с ними их радости и горести. Вместе с тем сцена писания реквиема явилась одним из звеньев в той цепи, которой оплетена вообще моя жизнь. Когда смерть явилась за моим братом Ишей, чтобы оторвать его навеки от нас, я не понял, кто она и какова ее роль в жизни и в природе. Но вот в картинке реквиема Вельдамура я почему-то ощущал некое эстетическое значение смерти, ее красоту и она притягивала меня, хотя в то же время и пугала мучительным образом. И еще вот что удивительно, даже в лучезарной, напитанной истинно эллинским духом серии излюбленных мной рисунков графа Толстого к Душеньке Богданович, меня, пожалуй, более всего приковывала та сцена, где Душенька встречается со смертью. Мы сохраняем в данном случае старинное написание заглавия этой книги, так же, как и имени ее героини Душенька. Так значилось оно на титуле петербургского издания рисунков Федора Толстого 1850 года. Я все любил в этом замечательном и чудесном творении русского поэта-художника, столь высоко вознесшегося над своим литературным вдохновением. Обворожительно прекрасно в нем все, что передает женские чары, прелесть любви, дивное видение царства Венеры, Олимпа, чертоги Амура и так далее. Но среди всей этой райской симфонии гениальной паузой, страшной угрозой того неминуемого конца, который ожидает всякого, является именно момент, когда душенька в отчаянии от утраты по собственной вине своего супруга Амура на коленях умоляет костлявое чучело с плешивой головой, чтобы оно скосило и ее, той косой, которой оно подрезает степные травы, олицетворяющие все живое на земле. Опять-таки, может показаться малопедагогичным, что мне, четырехлетнему, пятилетнему мальчику, давали в руки такие книги. Впрочем, когда я говорю «давали», я выражаюсь неточно, ибо мои маленькие руки никак бы не могли взять и удержать такой огромный альбом, как душенька, который в раскрытом виде имеет по крайней мере полтора аршина ширины. Мне его не давали в руки, а папа клал альбом на стол, меня же усаживал на стул, подложив одну или две подушки. При этом, бывало, происходил и маленький диспут между родителями. Мамочка находила, что мне вредно глядеть на такие картинки, которые могли бы навести его на нескромные мысли. И она не ошибалась. Я неравнодушно глядел, как душенька, совершенно голенькая, входит в воду купальни, или как она позже, без единого покрова, лежит в объятиях своего супруга под завесой, распростертой крылатыми детьми. Ничего еще не зная о любовных утехах и имея даже весьма сбивчивое представление о поле, я, глядя на эти картинки, несомненно отравлялся, подпадал известной отраве. Но если взглянуть на дело с другой стороны, то и папочка, едва ли отдавший себе отчет в опасности, был по-своему прав. Его глубоко художественной натуре доставляло удовольствие то, что эти изображения мне нравились. Внутри себя он должен был чувствовать, что, глядя на эти образы, я как бы готовил в себе известный фундамент, на котором могло бы вырасти в дальнейшем все сооружение моего художественного развития. художника. Если при дальнейшем росте этой постройки папа утратил контроль над ней, то виной этому явилась слишком большая разница в годах между нами, а также и то, что по своему воспитанию он принадлежал к совершенно иной эпохе, нежели годы моего отрочества и юности. Вообще вопрос о том, в чем должно заключаться воспитание художника, точнее, какое воспитание полезнее всего для тех, которые призваны развиваться в художников, вопрос этот остается для меня и до сих пор неразрешенным. Одно можно только сказать про художников, точнее, про тех, кто готовится стать художниками, что для них общий закон не писан, иной закон. Им нужна своеобразная эстетическая и моральная гигиена. Я при этом вовсе не имею в виду какое-либо преимущество художественных натур перед другими. Не в том интерес, выше ли, ниже ли стоит художник по сравнению с другими людьми, а в том, что, несомненно, он обретается в какой-то иной плоскости. И, пожалуй, именно в этом весь смысл его существования. Моральное развитие художника должно идти своим особым путем, и этот путь лежит в иной сфере, нежели моральное развитие простых смертных. Вся его натура так устроена, что даже в самом своем бессознательном периоде он по-особенному выхватывает из окружающей жизни то, что ему может пригодиться. Бывает, что сопротивление окружающей среды этому процессу только усиливает такую страсть к выхватыванию. В моем случае сопротивление мамочки было очень слабым, и я лично с ним просто не считался, а поощрение папочки было очень деликатным, и благодаря этому я мог развиваться согласно тем импульсам, которые лежали внутри меня, и которые определили весь мой жизненный путь. Я сейчас не стану останавливаться на всех литературно-художественных увлечениях своих детских лет, но для полноты я все же не могу не упомянуть о моих любимых сказках Перро, Эмиля Суверстро, госпожи Донуа и Андерсона, о Мюнхгаузене, а также о романах графини де Сигюр. К десяти годам моими любимцами становятся сокращенные романы Фенемора Купера, Робинзон Круза и Жюль Верна, восемьдесят тысяч верст под водой которого была первая самостоятельно мной прочитанная книга. Из всех французских сказок моими любимыми были «Мальчик с пальчик», «Белая кошечка» и «Красавица» и «Чудовище». Это были сказки Шарля Перро, Мари Онуа и Мари «Ла Пренц де Бумон». Во французских и в дореволюционных русских изданиях волшебные сказки этих авторов нередко издавались в одном переплете. Первая «Чтобы людоед «Чудовище» 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 Впрочем, мое обожание «Кошек» не совсем согласовывалось с благополучным исходом сказки. Я бы на месте принца, явившегося освобождать кошечку-принцессу, предпочел бы, чтобы так она и оставалась кошкой, тогда как в том, что он, все же сдавшись на ее убеждение, решился отрубить ей голову, я видел не только жестокий, но и в некоторой степени неблагоразумный, ненужный для счастья поступок. Самой же любимой историей, самой страшной и в то же время самой пленительной была для меня сказка о красавице и чудовище. Без содрогания я не мог глядеть на картинку Берталя в томике Библиотек Рос, когда над обнимающим обреченную дочку отцом подымается косматая лапа чудовища. В томике Библиотек Рос имеется в виду серия изданий для юношества, основанная в 1857 году французским издательством Ашетт. Я вполне понимал и чувства этой девушки, которая, будучи тронута беспредельным вниманием к ней чудище, в конце концов из жалости и для того, чтобы его утешить, признается ему в любви. Эта сцена одиноко страдающего под кустом кошмарно безобразного рогатого существа, которое удалилось в сад с роскошного бала, данного им в честь пленившей его девушки, трогала меня до слез. И мне впоследствии всегда казалось, что это превосходный сюжет для театра. Многие сказки Андерсена принадлежали тоже к моим любимым, но не те, в которых чувствовались какие-то моральные тенденции. Иные из них я и вовсе не ценил, хотя мамочка из педагогических соображений старалась мне разъяснять все те прекрасные мысли, которые в них вложены. Зато менее осмысленные сказки Андерсена про стойкого оловянного солдатика, про дорожного товарища, про старый дом и более всего про русалочку принадлежали, да и до сих пор принадлежат к любимым мной особенно нежной любовью. И во всех них странная смесь печальной драмы с чем-то радужным и чудесным являлась главной основой их трогательности. В солдатике, как в гулливере или в щелкунчике Гоффмана, я, кроме того, особенно ценил прелесть всего этого миниатюрного игрушечного мира. В русалочке меня пленила смесь горького со сладким, а также то переплетение всяких миров, которому почему-то в детстве особенно влечет. В частности, мир подводный меня необычайно притягивал, и я не раз, купаясь в Финском заливе, рисковал захлебнуться, пытаясь долго оставаться под водой и воображая, что я уже в царстве морского царя, у которого такие очаровательные дочки. Что у последних рыбьих хвосты вместо ног меня не смущало. Напротив, я бы сказал, что это даже сообщало этим особам, в существовании которых я абсолютно верил, особую прелесть. Вообще, в детстве, да и позже, я был очень жаден до вещей фантастических с примесью чего-то жуткого или даже ужасного. На этой склонности построена и моя любовь к Гоффману, с которым я познакомился, когда мне было пятнадцать лет. На этой склонности покоится и моя нежность книжки Эмилия Сувестра «Бретонский очаг», в которой этот типичный для эпохи золотой середины автор передает всякие бретонские легенды. Эпохи характерной политикой золотой середины, проводившейся в царствовании Луи Филиппа 1830-1848 годы. Впрочем, я не уверен, чтобы эта нежность была вызвана именно текстом Сувестра. Вызывали ее главным образом прелестные иллюстрации, принадлежащие одному из самых тонких рисовальщиков романтической эпохи, ныне несправедливо забытому Пенгелии. Иные из этих картинок оставили во мне неизгладимое впечатление. Особенно запомнились сцена, где прекрасная дама оказывается привязанной к скелету своего мужа или где за бретонским крестьянином кружась несутся крохотные корриганы крошечные гномы духи бретонских легенд или еще та картинка на которой представлено появление гроба в комнате гостиницы у самого Алькова куда улегся путник. Такие сцены мерещились мне в часы бессонницы. Я как можно плотнее с головой укутывался в простыню, только бы как-нибудь нечаянно не увидать этих злобных корриганов или такой вот окруженный свечами гроб. Совсем в другом роде было наслаждение, которое я получал от всего шутливого и вздорного. Но это уже такая широкая область, что я никак не в состоянии перечислить хотя бы главное. Задача облегчится, если я просто назову четыре имени. Барона Менхаузена в качестве гениального литературного в роля и трех рисовальщиков Берталя, Буша и Оберлендера в качестве изобразителей смешных вещей. Берталь псевдоним французского иллюстратора и корректуриста Шарля Арну 1820-1883 Буш Вильгельм 1832-1908 и Оберлендер Адольф 1845-1923 немецкие корректуристы. Разумеется, сопоставление трех последних имен позволительно только в сувенирном аспекте. Потому что все трое одинаково на меня действовали в детстве. Если же взвесить их действительное художественное достоинство, до которого мне тогда не было дела, то величины эти окажутся несоизмеримыми. Берталь милый французский забавник, очень ловко рисовавший и создавший несколько уютнейших книжек вроде Маши Разини или Гоши Долгие Руки. Не знаю их французских названий. В детстве у меня были лишь русские переиздания, рисунки которых все же печатались и раскрашивались в Париже. Истории в них уморительны, а картинки, нарисованные нервным штрихом и аппетитнейшим образом раскрашенные, полны жизни. И все же это только детские иллюстрации. Другое дело Буш и Оберлендер. Но что сказать об этих двух колоссах юмора, к которым я еще присоединяю первого сотрудника Панча, Дики Дойля и Гюстава Доре. Дойль Дик 1824-1883 английский рисовальщик и корректурист печатавшийся в сатирическом журнале Панч Петрушка. Впрочем, Буш в свою очередь возвышается над другими. Буш как автор рисунков и одновременно как сочинитель текста несомненно явление гениальное, равное по своему калибру домье, а то и свифту или рабле. Его творения наполнены стихией смеха, но под этой стихией, ничуть не омрачая ее, лежит стихия трагическая. Поистине чудесное сочетание и тем более чудесное, что вбираешь его в себя совершенно естественно, сам того не замечая. Многие нынешние педагоги еще еще менее любят Буша, нежели Степку Растреку. Но на то они и педагоги. Мне же кажется, что нет лучшей книги жизни, нежели Буш. Недаром немцы издали его полностью в виде настоящего кодекса, назвав таковой сокровище для дома. А впрочем, я не хочу пускаться в какие-либо споры о воспитательных преимуществах или недостатках Буша и ограничусь выражением личной моей душевной благодарности этому чудесному другу детства, оставшемуся мне другом и до самой старости. Что бы сталось со мной, каким бы я был, какой бы мне представлялась жизнь, как бы я ее вынес и как бы ее оценил, если бы у меня не было рядом с другими спутниками жизни, вот и этого шута горохового, шута мудрейшего, шута, обладавшего изумительным даром, в нескольких штрихах создавать самые разительные образы и подобия, врезающиеся в воображение и навсегда в нем поселяющиеся. Буша я впервые познал на листах Мюнхенер Билдербоген В этих полународных картинках я познакомился впервые и с Оберлендером, а также с массой вещей интересных и ценных, в том числе и с историей костюма, что мне в дальнейшем так пригодилось. Отдельные эти превосходно раскрашенные листы мюнхенского издательства Браун и Шнейдер отец дарил мне по всякому случаю то на елку, то в день моего рождения, то тогда, когда я болел какой-либо болезнью. Однако папа не давал мне их трепать. Оценивая по должному их высокохудожественное значение, он после первого просмотра собственноручно наклеивал их на картон по листу с каждой стороны, после чего наклеенные листы клались в им же склеенную папку. Бывало так, что одна сторона такого картона содержала какую-либо историю Буша, Оберлендера или Штейба, скажем, историю про виртуоза пианиста первого или странную историю про оживленные игрушки второго или милейшую историю про ученого пуделя Каро третьего, а оборот нечто поучительное, например, сцены из древней истории или избыта краснокожих индейцев. Разумеется, смешная сторона имела больший успех, но попутно рассматривалась и менее интересная сторона, и постепенно благодаря этому где-то складывался запас разных ценных познаний, подносившихся в весьма приятной форме. Ведь и эти полезные картинки Мюнхенер Бильдербоген были отлично скомпонованы и нарисованы. Чуждая с сухого педантизма, они обладали достаточной документальной достоверностью. Рядом с мюнхенскими картинками следует для полноты назвать выходившие в подражание им немецкие иллюстрированные листы, издававшиеся, кажется, в Штутгарте. И среди них встречается немало прелестных листов, но не было среди сотрудничавших в издании художников ни Буша, ни Оберлендера. В общем, эти немецкие иллюстрированные листы представляют собой как бы более академическую версию той же идеи. Перечисление моих фаворитных книг и картинок может привести к заключению, что у нас в доме доминировала немецкая культура. Это было бы естественно, если вспомнить, что мать моего отца, моя родная бабушка, была немка, из петербургских немцев, а кроме того, весьма значительная часть петербургского общества тяготела в те времена к немцам, а среди аристократии и буржуазии существовал обычай поручать первые воспитания детей немецким боннам, которые вербовались главным образом из остзейских провинций. И все же заключение, что у нас в доме преобладала немецкая культура, было бы неправильно. Если отец и очень любил чисто немецкое настроение уюта, если действительно у нас немецкие бонны и гувернантки не переводились, если мама, несмотря на свое итальянское происхождение, расточало похвалы в отношении немецкой педагогики, то все же уклон в нашем космополитическом семействе был скорее в французскую сторону. Родители наши постоянно вплетали в свою речь французские фразы, охотнее писали письма по-французски, молитвы нас учили читать по-французски, двое же моих братьев были настоящими энтузиастами Франции и французов, они даже считали своим долгом, вероятно, под впечатлением франко-прусской войны, которую они пережили в разумном возрасте, ненавидеть немцев и все немецкое. Что же касается меня, то прежде чем стать убежденным и безусловным космополитом, презирающим бессмысленные и столь уродливые народные ненависти, я в детстве и в юности был попеременно то французом, то немцем, то итальянцем, а то и русским. Последним, наверное, преимущественно, но сам я того не сознавал и периодами принимал свою русскую национальность даже за нечто чуть не совсем лестное. Но об этом подробнее постараюсь поговорить в другом месте. Здесь же я только признаюсь, что чисто русские детские книжки, оставляя в стороне Вельдамура или Душеньку, которые не были детскими книжками, я просто терпеть не мог. Меня раздражало в них и плохое качество иллюстраций, да и весь их дух, тот слюняво сентиментальный стиль, в котором преимущественно писалась у нас литература для юношества. О некоторых французских моих любимцах я уже упомянул, но их на самом деле было гораздо больше. Среди этих любимцев был и журнал «Прелестная детская неделя». В моем обладании были переплетенные томики, относившиеся к 50-м и к 60-м годам этого журнальчика, когда в детской неделе участвовал еще юный Гюстав Дуре. Достались же мне эти томики по наследству от сестер. В них я впервые познакомился с произведениями графини де Сигюр, урожденной Ростопчиной. Странно было встретить это русское имя в соединении с французской фамилией. И еще удивительнее было, что эта русская дама так хорошо сочиняет да по-французски. Истории про харчевню ангела-хранителя и воспоминания осла я прочел и не раз именно в детской неделе и был необычайно восхищен ими. Помнится, как однажды я даже умолил маму сократить одно из моих пребываний в гостях у сестры Камиллы, а это гощение у доброй, разрешавшей вытворять всякие шалости Камишеньки, я вообще почитал за большое счастье, так как дома я оставил недочитанным какой-то особенно захватывающий эпизод. Какова же была моя радость, когда у кузины Ольги, поселившейся в 1880 году в квартире рядом с нашей, я набрел на целую серию красных, тисненных золотом книжек библиотек Рос, успех который среди детей был главным образом и обязан сотрудничеству графини де Сигюр. Тут я не только еще раз перечел Лауберж де Ландже Гордин, в которой действует живописная и с натуры списанная фигура русского генерала, но и продолжение этой повести, целиком посвященное доброму чудаку. Повесть про генерала Дуракина была запрещена русской цензурой, особенно за тот пассаж, в котором рассказывается про порку в полицейском участке, но это лишь обостряло наслаждение от такого чтения. Ведь в русском обществе из кони процветало своего рода невинное фронтирование и было принято критически относиться к правительству, в котором и старый млад видели какой-то заговор мракобесия против просвещения. С английскими детскими книжками если не считать опять-таки переводных и переработанных Робинзона и Гулливера я познакомился тогда, когда меня стали учить английскому языку, особенно благодаря моей второй англичанке, курьезнейшей старушке, о которой я храню особенно нежную память, хоть и была она, как две капли воды, похожа на злых фей, изображенных Берталем и Доре. Именно по рекомендации этой милейшей мисс Эванс, моя библиотека обогатилась всякими иллюстрированными и не иллюстрированными английскими книгами. Благодаря ей у меня появились альбомы Кальдекота, Гринвей, романы Диккенса, Марьетта. Особенно я оценил действительно прелестные картинки Кальдекота в классической истории дом, который построил Джек. И историю Англии в картинках, которая у меня уцелела по сей день. Почти все картинки в последней книжке, их по четыре на странице, изображают то убийство, то войну, то казнь. Но это-то мне и нравилось. Кроме того, мне нравились и яркие краски костюмов, и какие-то настроения в пейзажах. Иные из этих картинок врезались до такой степени мне в память, что я должен делать усилия, чтобы представить короля Альфреда Великого или Шекспира перед Елизаветой, иначе, ежели так, как это несколько наивно изображено на этих картинках. Впрочем, с аппетитностью английских рисовальщиков я познакомился, кроме того, сделав однажды приобретение за рубль на Вербном базаре книжки-альбома со сказкой про желтого карлика. Это было русское переиздание, но красочные картинки во всю страницу были отпечатаны в Лондоне. Теперь я знаю, что эти картинки, среди которых особенно прекрасной мне казалось, двойная, где происходит что-то с феей и с индюками принадлежат Уолтеру Крену. И художник этот в дальнейшем не сохранил моей симпатии. Но благодарен я ему остаюсь до сих пор. Вот именно за эту радость, которую он мне, русскому мальчику, тогда доставил. Если я не ошибаюсь, приобретение этой книги было моим первым самостоятельным поступком библиофильского порядка, и надо отдать ему справедливость, что он делает некоторую честь моему вкусу. Глава шестая Музыка в моем детстве Невыразимые радости доставляли мне в детстве все начертательные и пластические художества, и даже архитектура. Но если сравнивать такие вообще плохо поддающиеся сравнению вещи, как впечатления, доставляемые разными отраслями искусства, то, пожалуй, все же наиболее интенсивные ощущения я получал от музыки. Да и в хронологическом порядке первые особенно разительные впечатления я получил едва ли от картин, а скорее от всякого рода музыки. Наконец, я очень рано стал чувствовать влечение к какому-то личному музыкальному изъявлению. Меня тянуло к инструменту, и то, что у меня выходило из-под пальцев, было чем-то непосредственным, тогда как мое рисование часто носило скорее характер чего-то надуманного. Бывали периоды в дальнейшей жизни, когда я совсем обходился без карандаша и кисти, как-то не ощущая в них нужды, но без музыки, без слушания ее и без возможности вызывать самому какие-то музыкальные звуки, я не был в состоянии прожить и неделю. Так, очутившись 14 лет в имении сестры, где не было тогда рояля, я выучился довольно бегло играть на гармоники, а в следующем году я специально захватил туда цитру, только бы иметь возможность что-то музыкальное производить и слышать. В течение моей жизни я имел немало случаев наблюдать, как музыка действует на детей. Однако я так и не встретил ребенка, который столь же чутко и восторженно реагировал на музыку, как реагировал я сам. И это в годы самого раннего детства. Стоило кому-нибудь в зале заиграть на рояле, как трехлетний Шуренька, чем бы он в это время не был занят, срывался с места и как полоумный летел на эти звуки. А играли у нас в доме много. И не только на рояле, но и на скрипке, на виолончели, на физгармонии и на других инструментах. Устраивались домашние концерты, и в такие вечера нельзя было меня уложить спать. Музицировали все, начиная с моих родителей, братьев, сестер, кузенов и кузин, и кончая разными друзьями дома. Однако, как я уже указывал, ничто во мне не будило таких категорических велений, таких захватывающих стремлений, как импровизации Альбера. Что это были импровизации, я, разумеется, тогда не знал. Один его совершенно особенный удар по клавишам пронизывал меня, как электрический ток. И это ощущение было отнюдь не болезненным, а только восхищающим в самом буквальном смысле слова. Я вдруг возносился куда-то в иной план и начинал как бы витать в совершенно особой сфере. Иногда Альбер, очень нежно со мной обращавшийся, подчинял свой дар иллюстрированию каких-то им же выдуманных историй. Таким образом, я, не имея никакого представления о программной музыке, как раз в те времена этот вопрос вызывал отчаянные споры у меломанов, подпадал ее прельщению. Я весь замирал, когда мой брат, сочиняя на ходу историю, подчеркивал ее соответствующими, тут же возникавшими мелодиями и гармониями. Образы, рождавшиеся в течение слушания, приобретали благодаря звукам необычайную яркость. Я утопал в блаженстве, когда райская музыка озаряла какие-либо волшебные сады и дворцы, и напротив мороз пробегал по коже, когда страшная музыка подводила к какому-либо ужасу и чертовщине. Я знал, что можно изобразить звуками, теперь бы я сказал подчеркнуть звуками, любое движение, действие, походку, бег, преследование, полет, плавание, бурю и так далее. А также можно изобразить появление доброго начала, предательское подползание зла, страх, радость, смех, горе, молитву, проклятие. И вот все это подавалось мне истинному баловню судьбы всегда в свежем виде, в формах тут же возникавших. Альбер редко повторялся, а вполне, пожалуй, и никогда. Каждый раз музыкальная мысль облекалась у него в наряд, если не всегда более совершенной, то во всяком случае новой. Впрочем, наряду с переменчивой и зыбкой музыкальной Фатамарганой Альбера я знал и любил вещи утвержденной формы. Не скажу, чтобы я с детства проявлял какой-либо очень образцовый вкус, о нет. Напротив, я любил вперемешку и вещи знаменитые, и вещи в те времена самые обыденные, как русские, так и иностранные. Папочка должен был играть мне военные марши и русские песенки, которые он играл по слуху собственной гармонизацией. У мамочки был свой репертуар, и среди него одна пьеска, оставшаяся в ее памяти от тех лет, проведенных в Смольном институте. Сестры исполняли в четыре руки увертюры Моцарта и Беллини. Свою крестную маму, тетю Машу Андерсин, я засаживал для того, чтобы она мне играла Руслана, а брат Леонтий, великий обожатель итальянской оперы, мастерски имитировал манеру петь разных Николини, Котоньи и других артистов, исполнявших шедевры Россини, Деницетти и Верди. Превыше же всего в раннем детстве я ставил две вещи. Модную пьеску в четыре руки Пробуждение Льва Конского и Аве Мария Баха Гуно, исполнявшиеся у нас кузеном Сашей на физгармонии и Альбером на скрипке. Родные мои забавлялись моим восторгом и моей музыкальной памятью. Зная, что я где-то в задних комнатах, сестры нарочно начнут играть Пробуждение Льва, и как бы глухо их игра на дальнем расстоянии не звучала, но достигнув моего слуха, она сразу забирала меня. Я бросал рисование солдатиков или любимую книжку с картинками и мчался по коридору в залу, чтобы поспеть к моменту, когда вслед за вступлением раздастся бойкая и бодрая музыка, представлявшая самый скок льва по пустыне. Много я с тех пор слышал более прекрасных и самых гениальных музыкальных измышлений. Некоторые среди них понуждали меня также к пластическим выявлениям, желание танцевать музыку осталось у меня даже до сих пор, но ничто не двигало мной так решительно, не вселяло в меня такого, я бы сказал, героического упоения, как пробуждение льва. Это пустенькое, ныне кажущееся наивной и банальной пьеско. Напротив, Аве Мария рождала во мне пятилетнем мальчугане какой-то сладкий сладкий экстаз. Перед моим воображением реяли ангелочки. Я видел отверстые небеса. Мягкий свет лился из облачных высот, на которых, как у Рафаэля, восседали бог и святые. И все эти возникавшие во мне картины навевали на меня упоительную истому и поистине неземную радость. Счастье мое, что тогда никто из окружающих не нарушал моего упоения какой-либо критикой этого произведения. Никто не произносил по адресу Гуно слово святотатство за то, что он дерзнул свою оперную мелодийку наложить на ткань великого архигения. Но в нашей простодушной среде и не было кого-либо, кто занимался бы строгими пересудами, а вещи брались так, как они говорили сердцу. И в конце концов, для чего же музыка и служит, как не для такого сердечного воздействия? Я где-то, кажется, уже рассказал, почему из меня все же не вышло музыкант. Одной из главных причин, во всяком случае, был тот странный частичный паралич, которым я страдаю в этой области. Я так и не выучился свободно читать по нотам, записывать свои измышления и даже справляться с простейшей вещью со счетом. Но тут было и нечто другое. Если бы я серьезно занялся музыкой, то я только мог стать музыкантом-сочинителем, тогда как к виртуозничанию, к исполнению созданного другими, я скорее чувствую своего рода отчуждение. Между тем, я очень рано понял, что мне не дано создавать такие вещи, которые вполне соответствовали бы заложенным во мне музыкальным идеалам. Иногда я сам изумлялся какой-либо удачи в сплетении звуков, которые при импровизации у меня складывались под пальцами. Но если я это запоминал, если раз придумавшееся я повторял два и три раза, то оно переставало мне нравиться, и слишком явным становилось то, что удача была случайной, нечаянной и не столь уже значительной. Так это бывало уже тогда, когда лет десяти я отдавался своим музыкальным, столь наивным, фантазиям, когда кроме чижика и участия в собачьем вальсе я пробовал играть на рояле темки собственного сочинения. Помню, например, как я сам себя поразил, сочинив на даче у дяди Сезара что-то удивительно торжественное. Причем это удивительное получалось главным образом от скрещения рук, то есть правая рука, перекинутая через левую, играла в басу. Но уже через неделю я убедился, что ничего удивительного и поразительного в этой моей находке нет. Разочаровался я и в том гимне торжествующей любви, который я сложил в дни своего первого серьезного сердечного увлечения, а позже в музыке своего балета, успевшего однако сложиться в целую сииту. Гимн торжествующей любви выражение, навеянное повестью Иван Сергеевич Тургенева «Песнь торжествующей любви», написанной в 1881 году. После этого разочарования я уже и не пытался сочинять нечто большое, прочно связанное, цельное, а довольствовался тем, что тешил себя, иногда и близких, когда бывал в ударе, удачами мимолетными. В этой главе о музыке нужно сказать еще о моих музыкальных преподавателях. Однако, если бы я стал рассказывать о каждом из них, то ввиду их большого числа это заняло бы слишком много места. Ограничусь тремя. Моей Машей, пианистом Мазуркевичем и моей кузиной Нетенькой Храбро-Василевской. В своем месте я уже говорил о моих летних уроках с Толябиной. Было совершенно естественно, что когда такая чудесная профессиональная музыкантша, какой была моя невестка Мария Карловна Бенуа, поселилась на одной даче с нами, то она предложила маме свои услуги в преподавании мне фортепианной игры, на что мама с радостью согласилась. Да и я отнесся к этому с полной готовностью и сел за первый урок с чувством, что вот я очень скоро выучусь так же играть, как Маша. Но уже первый урок кончился маленькой драмой, и я покинул его огорченной и надувшейся. Маша была слишком нетерпелива, слишком требовательна относительно всяких мелочей, а я такого тона в отношении к себе вообще не терпел. Второй урок кончился криком с ее стороны, слезами и бешенством с моей и беспомощным посредничеством с маминой. На третьем уроке вся затея и кончилась. Некоторое время после этого я даже ненавидел Машу, считая ее за своего рода врага и обидчика. Теперь же издали, из какой дали, мне кажется, что Мария Карловна была и действительно не права. Она сразу стала меня учить подобно тому, как и ее учил ее строгий папаша, не любивший шуток в музыке, Карл Иванович Кинт. А со мной следовало начать со вселения в меня известного доверия, с того, чтобы меня чем-то заинтересовать и даже позабавить. Подобная же история вышла с несчастным Мазуркевичем. Говорю несчастным, ибо это был очень красивый поляк, лишившийся в какой-то железнодорожной катастрофе ноги. Он был настоящий виртуоз, и его игра вначале меня очаровывала. В то же время мне было безумно жаль его самого, и я дал себе слово, что не стану ни в каком случае огорчать этого коллегу, что буду усердно исполнять все, что он от меня потребует. О, это одинокая нога, эти костыли, которые он не без ловкости прислонял к роялю и снова схватывал и подкладывал себе подмышки. О, это его ковыляние, этот стук гуттаперчевых оконечностей по полу. Все это было так ужасно, так разворачивало мне душу. Сначала все шло хорошо, но уже на пятом уроке та же драма возобновилась. Мазуркевич потерял терпение. Убедившись, что я плохо усваиваю учения о такте и счете, он позволил себе сделать замечание в раздраженном тоне, и все мои благие намерения разлетелись. Я заупрямился, я его возненавидел, а через десять уроков ему пришлось отказать, так как я решительно заявил, что больше учиться у Мазуркевича не хочу. Заметьте, что сам я при этом заявлении плакал, из жалости к своему несчастному преподавателю. Тут и появилась в качестве преподавательницы музыки кузина Нетенька. Это была действительно моя кузина, хотя разница в годах между нами была более чем в сорок лет. Но именно то, что Нетенька не была мне тетушкой, а двоюродной сестрой, производило то, что при всем моем обожании ее, я никакого к ней решпекта не чувствовал. Нетенька, не будучи вовсе красавицей, была необычайно приятной особой, и к тому же в ней была масса благодушия, и вся она была такая ясная, веселая. Между тем я знал, что ей не с чего быть ясной и веселой. жизнь у нетеньки сложилась трудная, муж ей попался нехороший, он бросил ее без средств на содержание многочисленного семейства, а сам проживал где-то в своем поместье на юге. И вот в том тяжелом положении, в котором очутилась тогда нетенька, ее выручила необычайная ее одаренность. Заработок ее складывался из уроков музыки, и в более значительной степени из того гонорара, который она получала, играя танцы на балах. А играла танцы нетенька поистине божественно, так что ноги сами начинали ходить. В 80-х годах она стала своего рода знаменитостью в Петербурге. В течение бального сезона ее брали на расхват. И даже образовывалась очередь из желавших получить госпожу храбро-василевскую к себе топершей. Случалось, что уже назначенные балы откладывались, если нетенька была занята. Эта-то дивная музыкальность нетеньки являлась едва ли не главной основой моего обожания ее. И все же, как учительница музыки, и нетенька оказалась для меня совершенно непригодной. Ее приход каждый раз доставлял мне удовольствие, однако успехов я не делал никаких. На сей раз это происходило не из-за какой-либо несовместимости характеров, а единственное из-за того, что я и она несколько цинично относились к делу. Мы, в сущности, с немого согласия разыгрывали в течение тех пяти лет, что продолжались уроки, известную комедию. Сидели мы за роялем положенное время, я играл гаммы, экзерсисы, я играл пьески, кончался же урок обязательным четырехручьем. Но при этом я бессовестно мошенничал, а она потворствовала этому мошенничеству. Происходило это так. Каждый экзерсис, каждую пьесу, каждую мою часть в четырех руках, она сначала проигрывала, я же, по слуху, сразу это запоминал, и дальше все шло как по маслу. Нетеньке следовало бы проверять, действительно ли я что-либо усваивал, но она удовлетворялась тем, что ей казалось, будто я делаю успехи. На самом же деле как раз главное усвоение музыкальной системы, чтение нот и свободное понимание такта, этого не было. Я только приобрел большую беглость, разученные по слуху пьесы обогатили гармонические приемы в моих собственных импровизациях, но я как был, так и остался музыкальным неучим и совершенно безграмотным в смысле музыкального языка. Мне, впрочем, думается, что сама Нетенька была из того же десятка. И у нее все держалось на памяти, на слухе, на инстинкте, на вдохновении и меньшее на знании. Но как чудесно она пользовалась своими природными данными! Какие она исполняла блестящие вальсы, мазурки, полонезы, польки, кадрили, многое в собственном, иногда довольно фантастичном, но всегда эффектном переложении. Между прочим, ей целиком принадлежали два номера — «Ухарский голоб» на мотивы Джоконды Понкиелли и восхитительно звучавшее переложение вальса из Евгения Онегина. Курьезно, что та же Нетенька давала уроки моему будущему другу Диме Философову, с которым лично в те годы я еще не был знаком. Чтобы меня подзадорить к учению, она утверждала, что вот у нее имеется такой замечательный ученик философов, что он гораздо лучше меня учится. Когда же в 1885 году я познакомился с Димой, я убедился, что это совершенная ложь, что Дима еще меньше меня превзошел науку музыки. О, Нетенька! Кто же были моими любимыми авторами на рубеже детства и отрочества? Совсем любимого автора или авторов у меня, пожалуй, тогда не было. Но все же от многого я был в упоении. Главным образом от опер и главным образом от Фауста, являвшегося вообще царем оперного репертуара тех дней. Даже Альбер, индифферентно относившийся к музыке не им играемой, да и к своей он не питал никакого уважения, возлюбил Фауста и знал его от первой ноты до последней наизусть. Фантазии на Фауста были даже одним из его средств воздействия на женские сердца. В них он вкладывал всю свою страсть, на которую он был способен. Сейчас после Фауста у меня шли Аида, Реголетто, гораздо меньше я оценил Травяту и Трубадура, Вильгельм Тель, Сивильский Цирюльник, несколько позже Король Лагорский, еще позже Нерон Рубинштейна. Первые же произведения музыки, которые меня действительно свели с ума, были Кармен, которая до Петербурга доехала в 1882 или 83 году, и Копелия в 1884 году. Опера Безе Кармен была впервые показана в Петербурге итальянской труппой 28 февраля 1878 года, а затем на сцене Мариинского театра 30 сентября 1885 года. Благодаря своей памяти я играл целые сюиты каждого названного произведения. Через нашу домашнюю виртуозку Марию Карловну Я познакомился с увертюрой Тангейзера Всю оперу я услыхал гораздо позже с вальсами Листа на тему Шуберта с его рапсодиями с мазурками с этюдами и балладами Шопена и, наконец, с карнавалом Шумана. Все это я обожал. Напротив, хоть многое из бетховенского репертуара я успел изучить, прислушиваясь к ее же игре. Бетховен оставался мне чуждым. Без настоящего энтузиазма относился я и к серьезным концертам. О русской музыке я не знал вовсе, если не считать Полонеза и Мазурки из жизни за царя, Марша Черномора из Руслана. То и другое входило в репертуар милой тети Маши. Вот почему я пережил в глубине своего существа настоящую революцию, когда в 1889 году познакомился с кольцом Вагнера, а в 1890 году с произведениями Чайковского, Римского и Бородина. Из бесчисленных тогдашних исполнителей, которых мне в детстве и отрочестве удалось слышать, я здесь назову певцов итальянской оперы Мазини, сладчайшего из всех мной услышанных теноров, Котоньи, Уэтома де Войо и певиц Нильсен, Репетто, Дюран, Зембрих и, несмотря на свою физическую неказистость, идеальную исполнительницу Кармен, Ферни, Джерману. Вообще же я должен сознаться, что я к человеческому голосу был более равнодушен, нежели к инструментальной музыке. Из пианистов я назову чудесную мастерицу фортепианной игры Есипову и Антона Рубинштейна. Игра последнего остается в моем представлении и по сей день непревзойденной. Могу только пожалеть, что слышал я Рубинштейна всего раза три, но эти слушания оставили во мне неизгладимые впечатления. Это была поистине вдохновенная игра. Он мазал, он врал, он присочинял, но вещи, даже самые знакомые и избитые, приобретали под его толстыми, неуклюжими, на вид пальцами совершенно новую и потрясающе яркую жизнь. Нравился мне и весь его облик, его приспущенные веки, неприглаженные грива, и даже то, что он соединял в себе нечто и от атлета, и от бабы. Странная была фигура. А какой это был чаровник! Каким он умел прикинуться милым, простоватым, когда он ухаживал за дамами. За этим занятием я мог его наблюдать, когда он бывал в гостиной у Марии Карловны. Что говорить, Антон Рубинштейн был настоящим солнцем музыкального мира. Но вот то, что, добившись получения в дар для основанной им консерватории здания Большого Театра, он способствовал разрушению этого чудесного памятника. Этого я ему простить не могу, а в свое время я его за это и возненавидел. необходимость уничтожения Большого Театра многими в те годы ставилась под сомнение. И в этих кругах считали, что на решение о его сносе в большой степени повлияла потребность в помещениях для Петербургской консерватории. Продолжение следует... Продолжение следует...